Сейчас я поставлю клюшку, так вот поставим кучу бабла и будем с тобой играть в подкидку. И я любого из вас вас делаю. Что происходит с Кузей? Молодой 16 лет, предпоследним десятку пробегает, его выгнать нахер хотят. Предположительный допинг-пробы у него, ты заметил что-то необычное поведение там другое? Не ожидал? Чё? Обычную десятку, блин, засовывали в балу. Я уже кто не грант. Клюшку нельзя сломать 250 баксов. У тебя, Торсенко, Брагин спрашивал, типа, по-нарельно брать или нет? И вы такие, да, брать. Там, мол, Лиславичко за него, и он стрельнул в финале, до сих пор стреляет. Благодарочку ждёте, да? Да, забывают люди. Чё, скидочкой не пользуешься на коммуналку? Поцетово. Почему вообще ты принял решение поехать, ты прям пробивался с самых низов, с этого АХЛ, уже там и, казалось бы, 60 игр отыграл, и всё равно потом спустили туда. Ты сидишь вот так вот, думаешь, когда это всё закончится? Всем привет! С вами Михаил Черкасов. Это новый выпуск подкаста. Сегодня у нас в студии обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира в составе национальной команды, победитель молодёжного чемпионата мира и просто крутой мужик Дмитрий Орлов. Субтитры создавал DimaTorzok Дима, привет! У нас правило, Дима ломает традицию. Да, сразу микрофон. Нет, потому что у нас, короче, все игроки, когда приходят к нам, ты первый, кто поздоровался правой рукой, все бьют вот так вот, понимаешь, типа отбивают вот той. Да, да, руку же пожать. Правильно. Вот это сразу видно, парень с нового Кузнецкого, правильный, ровный. Дим, ну рассказывай, ты живёшь в столице США, приехал в столицу России. Чем занимаешься здесь сейчас? Да, в принципе, обычное лето, рутинное, да, можно сказать так. Обычно проводишь время с семьёй, отдыхаешь, и потом уже начинаешь готовиться к сезону. В принципе, так всегда происходит. Но в этом году у нас не получилось отдохнуть. Решили никуда не летать. В принципе, когда я полетел на чемпионат мира, семья улетела во Флориду, отдохнули там недельку, и потом уже подумали, что когда не отдохну, мы спокойно прилетят в Москву, заселятся в дом, в квартиру, будут ждать меня после чемпионата мира. Но мы, в принципе, быстро вылетели, к сожалению, не получилось у нас раньше пройти. И мы прилетели в один день. Конечно, грустное окончание сезона, да, хотя, в принципе, могло быть намного лучше. В принципе, всегда стараюсь приезжать в сборную по возможности, и когда вылетаем мы из пловов, хоть как-то найти... Ты всегда приезжаешь в сборную? Вот прям всегда, постоянно? Ну, всё, да, не отказывался. Хотя, в принципе, были мысли из-за того, что опять сидеть в карантин. Надоело его сидеть. Уже я его три или четыре раза отсидел, и сейчас, в принципе, тоже я полечу в Вашингтон, и придётся опять недельный карантин сидеть, так как я не привитый, и такие правила до сих пор остаются, и, скорее всего, придётся привиться там уже перед сезоном, чтобы не заморачиваться по этому поводу. Я думаю, больше уже случаев привитых людей, профессиональных спортсменов делают из-за того, что просто жить нормально и постоянно не задавать тесты, так как это всё равно занимает силы, это каждый день приезжать на арену, каждый день тесты с утра, каждый день ходить в маске, и, в принципе, в этом уже, наверное, нет смысла, потому что ты всё равно постоянно с ребятами на льду, в раздевалке, ты можешь в любом случае заразиться, но такие правила приходятся. А если с прививкой, то не сидишь в карантине вообще? Всё, да, тебе не надо. Ты живёшь нормальной жизнью, ты вернулся, в принципе, в обычное русло, то, что было до пандемии, и можешь делать всё, что хочешь. Но русские прививки не котируются там? Нет, пока нет. То есть надо прививаться каким-нибудь там, что, файзер? Файзер, модерн, либо Джонсон-Джонсон. Ну, три на выбор нам давали во время сезона перед плов. У нас, ну, 85% привил из команды. Ты решил не прививаться? Тогда нет, но сейчас, скорее всего, я привьюсь. Нет, я не боялся, просто... Как организм отреагировал? Не хотел как-то, не видел в этом смысла. И нам говорили, если ты привёшь, всё равно привёшься, тесты сдавать. И продолжать всё то же самое, что ты делал в начале сезона, когда ты не был привитый, когда прививку ещё не ставили. И всё равно ещё говорили, что если даже ты привёшь, ты можешь заразиться. Так что, в принципе, этой прививки... В принципе, так же всё и осталось. Нам просто, чтобы было время больше на отдых, меньше думать об этом и просто жить нормальной жизнью. Спасибо за поддержку моему партнёру из Лиги Ставок. Поддержать меня и канал Черкас Атлант можете и вы. Переходите по ссылке в закреплённом комментарии и участвуйте в акции, и получайте бонус ребетами от Лиги Ставок. Ты уже сказал, что, к сожалению, со сборной не удалось далеко зайти. Это твоё самое обидное поражение в карьере? Да нет, наверное. Они все, наверное, обидные поражения, которые есть на больших турнирах, либо пул-офф, значит, что-то ты сделал не так и по возможности стараешься анализировать, что было не так, что можно было изменить. И всё равно наш вид спорта, он особенный, как и весь командный вид спорта. Ты зависишься от команды, ты можешь сделать всё, что там отдать себе 110 своих процентов, да, или там 200 процентов, но всё равно результат он командный, и кто-то, если допустит ошибку, уже может перечеркнуть себе результат. Поэтому, ну, часто говорят, что нужно хорошее взаимоотношение в раздевалке, так как это зависит, и на результат потом команды. Так как ты общаешься, как ты ведёшь себя, если у тебя не будет дружной команды, и никогда не будет такого результата, которого ты хочешь добиться. Ну, ты реально круто отыграл этот чемпионат. То есть, хорошо, ваша пара с Зайцевым, она, по-моему, была самой надёжной, за счёт чего так получилось. Удобно ли вообще играть, когда у тебя левый хват, у него правый хват, всё-таки два защитника с разным хватом, может, как-то за счёт этого получилась такая надёжность? Да на самом деле, привыкаешь уже, и когда ты играешь только лет уже, ты знаешь примерно, что нужно сделать, и обсуждаешь какие-то моменты с партнёром, да, во время игры, либо на льду, подсказываешь, подкрикиваешь, чтобы сделать проще твоему партнёру, чтобы не допустить ошибку. Иногда он что-то не видит, он где-то находится в борьбе, ты ему подсказываешь, и уже открывается другая позиция, и тебе проще сыграть. Потому что, всё равно, если он в борьбе, какие-то игроки на нём, он делает пас, у тебя есть какой-то простор, ты делаешь два шага, уже картинка меняется, и от этого меняется всё игра. Чем быстрее ты будешь принимать решение, чем ты больше будешь разговаривать и тем будет лучше взаимопонимание и лучший результат. Я, кстати, когда, ну, я, конечно, не играл в НХЛ нигде, но вот для меня всегда было интересно, насколько реально помогает то, когда люди разговаривают на льду. То есть это прям, нам тренер как-то пришёл и говорит, что вы обязательно должны подкрикивать друг к другу. Но у нас, например, раньше никто этого не делал. В НХЛ-то постоянно, когда ты кричишь там, э, там, здесь, здесь, под собой. Ну, на самом деле, да, тоже, когда я играл, в малом возрасте, нас никогда не учили там разговаривать, обычно все молча. И когда уже вот приехал в Америку, ну, и в России, конечно, когда я уже играл в Суперлиге, в КХЛ тоже уже был этот опыт. Но в Америке я прям это заметил часто, что ставят на этом большой акцент и бросят об этом постоянно, чтобы ты громко говорил с голосом, да. Допустим, когда вратарь получает шайбу за воротами, у нас есть уже определённые слова, которые мы говорим, и он либо бросает шайбу сильно в борт, либо даёт с удобной руки, либо с неудобной. И это всё доходит до автоматизма, чтобы не терять время и не допускать ошибки. Поэтому это очень важная часть игры. И, в принципе, я заметил тоже, когда приезжаешь в сборную, уже эти нововведения есть. И я думаю, иначе получается, тоже смотрит за этим и прививает это и молодёжи, и в более молодом возрасте, чтобы ребята разговаривали и помогали друг другу. Слушай, ладно, давай немного пока абстрагируемся от сборных от НХЛ. Мы недавно были на вашей тренировке на Арктике и на арене. И пока у меня ещё видос на канале не вышел, но он скоро выйдет. Я просто говорю, что мы его уже сняли, потому что зрители, может, ещё не видели. Вот, я заметил, что у тебя, капец, какие большие ноги. То есть, это же почему так? Это какая-то твоя физиология? Или ты специально делаешь на ногах какой-то акцент, потому что всё-таки у защитника должно быть классное катание, защитник должен быть мощным? Или тебе советовали в клубе, Дима, давай закачивай ноги? Да, на самом деле, я думаю, скорее всего, всего понемногу. И физиология тут, конечно, всё равно у меня и отец спортсмен, и старший брат спортсмен, они играли в регби, и у всех, в принципе, у нас достаточно большие ноги. Так, чтобы какой-то акцент ставить, ну, ноги – важная часть нашей игры, потому что мы постоянно используем, постоянно катаемся, и, в принципе, они, я думаю, у любого хиста, если посмотреть, они все такие большие, рефлюторные, да, мышцы, и всё равно есть они. И самое главное, чтобы у нас была не только они, да, большие, а чтобы была выносливость мышц, потому что, когда происходит долгая смена, да, мышцы закисляются, и потом ты на прямых ногах будешь ходить, и это нехорошо. Поэтому чем они больше выносливы, чем они больше смогут выдерживать этот ритм, да, и долгих смен, то это лучше для нас, это будет быстрее восстанавливаться. И часть нашей игры, тем более сейчас новый, можно хоккей, когда я приехал первый год, да, в НХЛ в 2011 году, и какой сейчас хоккей, это разные две игры по скорости, и это прям сильно, очень заметно, потому что, если брать, раньше защитники были большие, в третьей паре, да, там во второй даже паре могли быть, и плохо катались, но они могли играть в лиге. Сейчас, если у тебя нет катания, то это очень тяжело, тебя быстро списывают, да, и смотреть даже, сколько молодежи, да, сейчас приходит, и они 18 лет просто любят, ну, просто нереальное катание, они, это все легко выглядит, да, и ты все равно с возрастом понимаешь, что конкуренция растет, и тебе надо, тебя нет катания, тебе надо заменять, да, работать упор, допустим, на ноги, либо на выносливость в общую, да, и чтобы ты мог конкурировать и не отдавать свое место другим ребятам. Сколько приседаешь вес? Да, на самом деле, у нас нет такого, чтобы прям мы максимальные веса берем и приседаем, просто идет тренировка, ну, максимум я, возможно, приседал года 2-3 назад, по-моему, 160, но это мы просто на два раза приседали, просто посмотреть, а так у нас нет такого, что мы максимально веса идем и приседаем, просто идет процесс тренировочный, несколько упражнений, и приседания есть и тяжелые, и с легкими весами, где идет, мы там по времени приседаем и работаем на статикодинамику. А жим ногами? Давно не делал, честно, жим ногами. Многих кисты жалуются на то, что не могут подобрать себе нормальные штаны. То есть у кого-то они протираются, где вот эти приводящие мышцы, у кого-то там рвутся, то есть у кого что? И даже НХЛ писали об этом статью, где Бернс и Квик рассказывали, типа, блин, что делать? Где нам брать штаны? У тебя есть такая проблема? Ну, у меня проблема в том, что, в принципе, я небольшого роста, но широкий, да, и джинсы я могу подобрать себе в ширину, а в длину просто получается постоянно укорачивают. Так что, ну, не считай, что это большие проблемы. Ну, на заказ не шьешь пока. Мы уже с тобой поговорили, ты, точнее, уже сказал про то, что катание – это неотъемлемая часть хоккея сейчас. Твоя жена, кандидат мастера спорта по фигурному катанию, обычно в клубах там нанимают фигуристов, типа, у нас есть крутой тренер по фигурному катанию, ты с женой как-то, ну, тренировался уже, она тебя обучала, типа, Дим, там, вот здесь можно так, и здесь так. Ну, а да, она, в принципе, молодец, она даже стала мастером спорта, когда в шоу выступала. И, получается, я уехал в Америку, она поехала в шоу. И, ну, всегда, когда катали с ней, она мне все говорила, что она лучше мне катается, и я говорил в обратную сторону. Но, на самом деле, она уже давно, правда, не стояла на льду, но все равно у фигуристов, я думаю, лучше катание, у них лучше толчок, лучше поставлена техника, и хоть оно и отличается от нашего, и коньки отличаются, но все равно, я думаю, у хоккеиста, спортсменов есть чем поучиться у фигуристов в плане толчка, и как чувствовать, как долго сидеть на ноге, как поменять баланс на другую ногу, это, конечно, надо учиться с детства, и уже, наверное, тяжело в зрелом возрасте это как-то перенять. Да, это можно попробовать, что-то ты можешь почувствовать, но все равно это тоже долгий процесс, и лучше, если делать, то, наверное, этим заниматься с детства и пробовать что-то новое для себя. Но с женой не работали, не уходили? Нет, мы катались, но чтобы прямо она меня тренировала, нет, такого не было. Нет, просто все нанимают фигуристов, а тебе можно не заморачиваться, как бы, просто пойдем покатаемся. Вы с Варей вообще учились, по-моему, в одном институте, и катались в одном ледовом, наверное, да? Да, да, часто. Где познакомились-то, свиданка первая? В институте. В институте все-таки? В институте познакомились, да, я пришел за студенческим, как раз после тренировки, и, ну, думаю, получу студенческий, выйду, не пойду на пару, но студенческий не был еще готов, но думаю, ладно, схожу на бар, посижу, и как раз Варвара была тоже там, да, и как-то вот так вот получилось, что мы познакомились, начали общаться, и, в принципе, до сих пор общаемся уже, ребенок у нас, так что была, значит, судьба такая, что мы встретились именно там, хотя, если вспоминать детство, ну, постоянно мы ездили в лагеря, да, и, в принципе, всегда совместные были в лагерях хоккеистов, и фигуристов, и других спортсменов, но так как получилось почему-то, то я уеду там за старший год, то либо у нас там позже будет, либо там какой-то турнир, и мы никогда летом не виделись именно в лагерях, а вот встретились только уже, когда были взрослые в институте. Говорят, что рождение ребенка делит жизнь на до и после, так ли это? Ну да, с ребенком это другая жизнь, и, наверное, самый радостный и счастливый момент даже, я думаю, ни одна какая-то там серьезная победа в твоей жизни не сравнится с этой, потому что ты даешь жизнь человеку, да, маленькому, и это, конечно, не описать словами, это надо прочувствовать, увидеть, и я, в принципе, присутствовал в природах, мне советовал Саша Вечкин, говорит, мне обязательно побудьте, и Володя Арсеньенко тоже, он говорит, пожалуйста, ну, сходи. Они были? В природах присутствовали, ну, своих, со своими женами, да, не с нами. И я сначала очень сильно переживал, волновался, сидел в комнате, ну, Варвара лежала, ждал, когда это все начнется, когда придет доктор принимать роды, и я до последнего ждал, и когда зашел доктор, она как-то так это, что-то сказала, какую-то фразу, и какое-то, знаешь, почувствовал сразу расслабление, какое-то измерение такое другое, ты попал сначала, тебя трясло вот так вот сидел, и я думаю, блин, когда мне выйти уже, и все, и потом как-то она зашла, так все сгладила, поговорила, пообщалась, все нормально, ты, говорит, все, сиди, смотри, и все, и я, честно, ни разу не пожалел, что я находился, это самое крутое, что я видел, и это просто не описать словами какие-то эмоции, ты ощущаешь с женой, да, это, мне кажется, все сильно сближает, да, и тут ребенок еще, и, в принципе, и доктора хорошо сработали, и самое главное, что все хорошо получилось, и что все здорово, самое главное. Чем сейчас занимается Кирилл Дмитриевич? Сейчас я его отвез в садик, мы стараемся его вводить в садик, чтобы все равно было какая-то социальная жизнь, хотя, в принципе, он еще молодой, достаточно ему сейчас 2,2 всего лишь, но ничего страшного, пусть учатся общаться тоже с детишками и разных возрастов, с разным полом, это тоже нужно, поэтому, но тем более все равно, когда ты уезжаешь в Америку, там только с трех лет, это тогда, а здесь уже в России ты можешь раньше, с раннего возраста этим заниматься, поэтому мы используем шансы у всех отпуск летом, а у нас летом он занимается. Смотри, сейчас играем в игру 1 из 100, это игра от моих друзей из лиги ставок, то есть задача максимально проста, мы должны угадать самые популярные ответы людей, за правильный ответ, за самый топовый правильный ответ, это 5 баллов, 4, 3, 2, 1, 0, у нас всего 2 вопроса, можем позвонить друзьям, если не знаем. Давай скидываться, кто первый, с ножницами или без? С ножницами. Первыми, да? Да. Давай, цу-е-фа, цу-е-фа. Яс, вот она. Я просто уже 3 подряд проиграл, или 4, 3 или 4 подряд проиграл, поэтому сегодня я не намерен как бы сдаваться. Давай, первый вопрос. Лучший российский защитник НХЛ за всю историю? Так, ну я что, ну давай, ладно, я первый выиграл, первый отвечу. Фетисов будет. Хорошо. Нет, погоди, будет ответ такой? Да, будет ответ, это правильный ответ, это 1 балл. Ё-мо-зай, как 1-то? Окей. Я скажу, ну у меня 2 претендента, в принципе было 3, но ты его назвал. Ну, выберу, скорее всего, что это будет Зубов, Сергей. Есть такой ответ, это 4 балла. А первый, скорее всего, Гончар. Или Каспаратис. Хоть твой Миша, выбирай. Я вам подсказку дал. Да, Каспаратис, по-моему, это. Такого ответа нет. А Каспаратис же защитник. Да. Как нет-то? Что вы там напридумывали-то опять? К сожалению, наши зрители так не выбирали. Ладно. Тогда я останусь, Гончар. Да, это правильный ответ, 5 баллов. Ну и что, все уже, 9-1, я уже опять, походу, 5-е или 4-е к ряду поражения. Получается, что у нас был за всю историю НХЛ? То есть сейчас можно назвать, кто сейчас там? Ну пусть будет Орлов. Орлов будет, нет? Российский. Да, есть такой ответ, это 3 балла. Реально? Понял, да? Как бы. Так, ты одного еще, да, осталось? Остался один ответ. Из него можно получить 2 балла. Честно, я даже не знаю. Молодой, взрослый? Смотри-ка, а, начинается. Не, у него 9 баллов. Подсказок. Под столом передам тебе соточку. Ну давайте попробуем про Орлов. Это неправильно. Мне кажется, что это кто-то такой уже возрастной, и кого я не вспомню точно. Поэтому, ну все-таки, не знаю, Сергачев 2 стендли взял, пусть будет реально Сергачев, как бы. Да, это правильный ответ, 2 балла. Yes. Это тепло, так, счет. 6-9. 6-9, епа, плотненько идем, еще как бы можно. Так, ладно, после первого вопроса, 9-6 или 6-9 ведет Дима. Ну, второй вопрос. Какая команда станет обладателем Кубка Стэнли в новом сезоне? Отвечает у нас по правилам тот, у кого меньше баллов, да, как в прошлый раз? Да, да, абсолютно. Так, ну что там было-то у нас по межсезонью? Ну пусть, мне кажется, все равно так, или иначе все ждут, может, третий от Тампы, пусть будет Тампы. Да, это правильный ответ, это 5 баллов. Хорошо. Ой, что ж скажет Дима? Я скажу Колорадо. Такого ответа нет. Нет фанатов Колорадо, что ли? А я скажу Вашингтон. Я за правильный ответ, 4 балла. Все куплено. 9 плюс 6, итого, что, 15, 15, 9. Не, ну если по симпатиям, ну, любят и капризом, можно сказать, и Миннесота. К сожалению, это неправильный ответ. Тогда, тогда. Сент-Луис. Это тоже неправильный ответ. Ну все, начинается. Это опять, это как вот всегда. Второй вопрос, все. Ад. Давайте скорбь Бостон. Бостон, есть такой ответ, это 2 балла. Ага. Возвращается потихоньку. Возвращается в игру. Камбэчит, камбэчит. Как балла, посмотрите на него. А, Чикаго. К сожалению, это неправильный ответ. Я скажу Каролина. Каролина есть такой, это 1 балл. Потихонечку. С тихим запом. У него было 9. Он заработал 2 балла. 1, сейчас 12. 12-15. И осталось 3 балла у нас на кону. А, так все, он же не выиграет. Ничья может быть. А, блин. Мне это опасно. Так, все, надо собраться. Ну, давай подсказку. Нет. Блин. Окей. Питтсбург Пингвинс. Угу, правильно. А если только надо сказать Питтсбург, вспомни про него. Это правильный ответ, 3 балла. Yes, победа. Наконец-то черную полосу прервал. Фух. Так, итог. Что, 3 балла, получается у меня 18. 18-12. Да. 18-12, Дим. Извини. Но как бы... С победой. Спасибо. Ну что, мы переходим к основной части подкаста. И благодаря нашим друзьям в регистраторах мы стали лучше понимать людей в хоккее. Погнали. Я вот у Михи Сергачева спрашивал, ты тоже выиграл Стэнли. Я у него спрашивал, говорю, Мих, с чем можно сравнить ощущение победы в Кубке Стэнли? Он говорит, слушай, ну, пока не было. Но ребята говорят, что с рождением ребенка ты испытываешь какие-то похожие чувства. Ну, может быть, да. Ну, это разные чувства. Тут тяжелый процесс, сезон, стресс. И это спорт, да. Это твои эмоции, это твоя работа. А тут что-то другое. Это такое уже чудо, которое вышло похоже на тебя, на жену. И ты понимаешь, что сейчас все о себе можно забыть. Вот тебе надо вкладывать в это будущее твое, да. И как он сейчас растет, когда он начинает уже разговаривать, какие-то моменты, показывает свой характер. Это, конечно, ты замечаешь эту мелочь. Особенно, когда началась пандемия. Вот выезжали в Бабл, я семью, да, долго не видел. Приезжаешь в Москву, он вообще другой ребенок, уже по-другому все реагирует. И также потом вот в сезоне, на новый сезон, когда выезжали, мне тоже семья еще здесь оставалась. Тоже, получается, на пару-тройку месяцев. Тоже, когда они приехали, он тоже уже совсем другой. И ты прям сильно это замечаешь. И, конечно, возможно, жалеешь в каких-то моментах. Ну, хорошо, что сейчас есть, да, там, фейстайм, там можно поговорить с ребенком, и он уже понимает, тянется. Хотя, когда первый раз, мы только помним, я улетел. По фейстайму позвонили. Все, я отключился фейстайм, и он начинает плакать. Жена в панике, что такое, быстрее звонить. Типа он плачет, все, папа увидел, все нормально. Ну, это непривычно, что как так ему показывали на картинке, и это. Еще в сезоне тоже была смешная ситуация. В этом сезоне, когда они уже прилетели, мы были на выезде, помоили дома, игра. И в перерыве у меня взяли интервью после первого периода, и там показывают на экране, они смотрят дома по телевизору, игру. Ну, я даю интервью, он сидит на диване, довольный, махает мне, там, у него все, улыбка. Ну, и все, папа дал интервью и ушел. Он такой, папа, начинает слезы реветь. Ну, короче, да, ну, как его спать, у него жена укладывала, он говорит, все время плакал, часа три. Я прихожу после игры, она мне это рассказывает, я такой, ну, все, ладно. В следующий раз я помахаю, все, там, через пару-трех игр опять мне берут интервью. Я стою, смотрю в камеру, он так вдалеке в секторе. Ну, я говорю, я помахал такой, потом после игры прихожу, жена говорит, он довольный, что ты обратно помахал. Ну, тоже такие моменты, что ребенок тоже хочет, чтобы ему было внимание, да, и пока он еще на тот момент не понимал, что папа в телевизоре, и как бы, ну, как так папа мне не был, взял махал, тут не помахал. Кинул. Мы недавно снимали видео для ТЦМ с Александром Овечкиным, и у него тоже сынок, Овер Джуниор, он уже катается на коньках, ну, худо-бедо, конечно, там падает, но, тем не менее, бегает с клюшкой дома, там, забивает. У тебя уже начал прививать любовь к хоккей, или еще? Ну, так, на самом деле, у него есть ворота, есть клюшки, но пока что-то он сам с этому не тянется, а мы пока не заставляем. Он знает в хоккее, что папа играет в хоккей, как бы иногда сам берет клюшку, помахает, помахает, потом ее уберет. Он больше по машинкам, машинке нравится. Вот машинки, это вообще все, он машинки катает, там, знает марки машин, поэтому пока в этом направлении. Посмотрим, постарше станет, я думаю, конечно, попробуем поставить на лед, главное, ну, если не понравится, не понравится, заставлять не будем. В Вашингтоне он у тебя ходит в садик или куда? Не, пока еще не ходил, нельзя было, я думаю, сейчас вот, когда семья прилетит, когда прилетим в Америку, то, скорее всего, да, там, мы узнавали уже, я думаю, что, скорее всего, да, сходят. Ну, и как раз, я думаю, попробуем и на лед его тогда поставить. Там же? Ну, да, в Вашингтоне. В русскоговорящего дошло? Я думаю, да, там есть у нас, да, русскоговорящего. С Варей, у вас есть какие-то разногласия по воспитанию детей, она тебе говорит, так, а вот там вот это ему нельзя, ты говоришь, да он мужиком, он должен быть. Не, на самом деле мы договаривались, что должны поддерживать друг друга, если с чем-то не согласны, мы лучше обсудим один на один, чем показывать ребенку, что, потому что, ну, я думаю, быстро нас раскусит и начнет использовать друг друга, это уже было, поэтому, так что лучше нам быть на одной волне, что это будет лучше для сына. Я не знаю, насколько это правда, но вы с Варей начали встречаться, потом разошлись, потому что ты был в Америке с хоккеем, она ездила со своим шоу, и потом вы сошлись обратно, а помощь вам оказал в этом Саша Вечкин, как говорят, правда это или нет? Ну, да, был такой момент, но Саша, наверное, попозже был какой-то, ну, был, да, там момент, там много чего было, на самом деле, за это время, и да, то, что расставались, но я думаю, опыт тоже был, и она была в шоу, да, как-то, все равно она была всю жизнь в Новокузнецке, и тут вообще другой мир, по разным странам, другие люди, тоже коллектив, тоже не просто это, тоже конкуренция, и, в принципе, я думаю, это тоже ее закалило, как спортсменку, и у меня тоже был другой опыт, другой, попав в Америку, тоже другой менталитет, да, и по-другому все, тяжело было находиться на расстоянии, просто в отношениях, ну, так произошло, главное, что сейчас мы вместе, что у нас растет сын, да, и самое главное, что мы прошли все эти препятствия, которые у нас были, да, сделали нас сильнее, это наша жизнь, да, наш опыт, которому мы, наверное, благодарны, есть, конечно, что-то, может быть, и горькое, да, в этом, но главное, что происходит сейчас, на данный момент. Два профессиональных спортсмена в семье – это тяжело, но все-таки спортсмены, они нацелены на победу, когда возникают какие-то споры, и начинается там, и они должны проиграть, и они должны ступить. – Я думаю, я больше выступаю. – Потому что умнее. Вот у меня такая же тема, у меня просто жена тоже спортсменка, и я тоже такой, нет, так, если здесь ссора, то я лучше, как бы, здесь просто подпущу, и пусть она там почувствует волю. – На самом деле, я не конфликтный человек вообще, я не люблю выяснять отношения, в принципе, и если что-то начинается, да, я могу там поначалу что-то повыяснять, но потом мне это становится неинтересно, и лучше жить в мире, чем постоянная война, поэтому я, скорее всего, иду первый. Ну, она, конечно, тоже понимает, когда они права, и поэтому стараемся находить золотую середину все равно в конце. – Ладно, отношения обсудили, финализируем. Сейчас ты говоришь, что поедешь на обследование, и у меня в голове возник такой вопрос. То есть в России, например, когда перед сборами, ты собираешься там на сборы, все вместе, все вместе на медкомиссию, а как происходит это в НХЛ? То есть ты также приезжаешь, уже должен быть готовым не только физически, но и полностью здоровым с обследованием, или же тебя там обследуют? – Не, ну, после сезона ты общаешься с докторами, у тебя идет общение, что-то, если у тебя были травмы какие-то во время сезона, ты их обсуждаешь, вылечил ты их или нет, и какой-то идет план. Ты там созванишься с докторами, если ты уезжаешь в другую страну, либо ты состоявшийся здесь, то ты ходишь. – С клубными? – Да, да, с клубными, да. – А там все доктора есть, наверное? – Ну, в принципе, да, но там у нас привязан к команде, как он его не назвать, доктором, да, их тренерсы называют. Но при этом, как бы, у тебя команда подписана с какой-то контракт, с какой-то медицинской клиникой, и все, и они там, например, у тебя что-то болит, приходит либо главный доктор, либо уже доктор, который отвечает за ту или иную структуру системы тела, да. И вот, в принципе, это все так. Если у нас, как бы, ну, в принципе, в России тоже есть доктора, да, в команде, но все равно они же кого-то могут ее направлять к другим докторам. – Ну, у нас есть доки такие, которые ты сам знаешь, где там… – Не, я знаю, да, но там тоже есть свои минусы и плюсы, поэтому, ну, в принципе, я говорю, что нет проблемы. У нас на каждой игре приходит там стоматолог, главный доктор, еще один там доктор-женщина, которая тоже, в принципе, присутствует. И вот я, когда мне шайба попадала в губу, у меня она сразу зашила после игры. Поэтому, в принципе, и все есть, кто может там находиться, помогать команде, и поэтому в этом нет проблем. А перед сезоном мы просто приезжаем, также идет обследование, произошли какие-то летом травмы или нет, спрашивают, как с прошлой травмы, прошли или нет, если какие-то что-то беспокоит. Ну, и потом просто медобследование ЭКГ, эхо проверяет, также зубы, глаза, еще, по-моему, что-то проверяет. Ну, там ничего на самом деле сверхъестественного, как обычно, как и в России. Просто это все происходит на арене там, в Вашингтоне. Хотя, в принципе, по-моему, последний раз это было с пандемией, нам приходилось ехать в госпиталь и там уже проверяться. Но это тоже все быстро. А в России ты уже, да, всей командой ездишь, как за ручку знаешь, что нас здесь ходили по детским садикам. До сих пор в России так и водят. Слушай, а про предсезонные травмы. Вот я видел, там Жиру, например, в гольф пошел играть, палец, по-моему, сломал. Давно была история. Это штрафуется? Ну, я не могу сказать. Я не знаю. Я, надеюсь, такого и не узнаю. Не, ну да. По своему опыту. Ну, возможно, что есть какие-то моменты, что ты обсуждаешь и говоришь, как ты травму получил, и потом, возможно, команда решает, штрафовать тебя или нет. Ну, все равно, наверное, за какие-то нелепые травмы, такие, типа, как там в гольф пошел поиграть, это по-любому штраф, скорее всего, будет. Ну, это лето. В гольф не запрещено нам играть. А что запрещено? На лыжах. Ну, летом на лыжах особо не покатаешься. Ну, все равно, во время сезона. Так, а еще? Ну, по-моему, экстремальные виды спорта все. Там, по-моему, с мотоциклом что-то связано, с лыжами. Ага. Если там травму получаешь, то... Ну, возможно, да. Ну, ты же можешь не сказать. А вот оно, да. Что происходит-то? Расскажи про Новокузнецк, про свое детство. 90-е. 90-е, начало нулевых в Новокузнецке. Как это? Да, нормально. У меня, в принципе, все просто было. Это школа, дом и каток. У меня не было там каких-то уличных походов. Как-то меня родители оградили от этого. И, в принципе, у меня было сфокусирование только на хоккее и на школе. Конечно, может быть, есть свои минусы в этом, да. Но конечный результат. Я сейчас играю в лучшей лиге, да. И, в принципе, доволен своей карьерой. И есть к чему еще расти. И вижу свой потенциал. Неизвестно, как бы сложилось, если у меня было бы что-то больше в детстве. Да. Может быть, гулял, да, во дворах и научился бы чему-то плохому. И неизвестно, как это всем закончилось. Поэтому жалеть я не жалею. Но смотрю это, если для своего отца, но с другой стороны. На него он тоже будет расти уже в другое время. И сейчас он на две стороны, да, живет. Поэтому постараюсь ему дать и социальную жизнь, и спортивную жизнь. Точнее, мы с женой постараемся дать ему. А я? Я не жалею, в принципе. У нас удобно было все в Новокузнецке. У нас была школа, и два катка рядом. И пешком до моего дома можно было дойти за 20 минут. Мы, в принципе, всегда уже, когда постарше стали, два-три человека у нас всегда ходили. Так от школы выходили после тренировки. И прям пешочком по прямой, по центральной улице себя доходили. И как-то так. На самом деле, ну, тяжело сейчас что-то такое вспомнить. Но время было суровое. Может, там спортсменчик... Суровые зимы были. Зимы были холодные. Да нет, у нас на самом деле прикольно в этом все плане было. У нас была малая арена, да, где мы всегда... У нас была единственная развеялка. Она под трибуной была. И вот наш кот там, где с первого года рождения мы были. У нас вся команда, в принципе, и дружная была. У нас только душа не было. Вот это я помню, что проблема. Нам приходилось потом в душ ходить в другую раздевалку. А другие ребята, у них уже была раздевалка. У нас почему-то... Ну, у нас такая зачетная была раздевалка побольше, такая пошире. Место побольше было. Но душа не было, единственный минус. И до туалет все надо ходить. А других уже это все было. И сушилка. А у нас тогда еще ничего не сохло. Ну, сейчас, конечно, вот я приехал на день рождения, да, отмечать на Кузнецке. И зашел на арену малую. Конечно, прям грустно стало. Конечно, жалко, что так все происходит на данном этапе, да. Надеюсь, в будущем что-то изменится. Но школа пока не выйдет лучше. Я как понял, тоже многие дети уходят, да. И перспективы небольшой, как команда. Ушла с КХЛ, да. Сейчас она выше лиги. Посмотрим. Сейчас и арену тоже долго реконструирует. Да, вот. Есть новости по реконструкции? Пока не знаю, на самом деле. Я как бы сильно в это не вовлечен. Ну, вроде что-то началось. Просто обидно, что что-то говоря, да, там будет, там, через год готово. Мне кажется, лучше это вообще ничего не говорить, чтобы людей не обезнадеживать, да. И посмотрим, посмотрим, что будет, в принципе, если брать Кемеровскую область, достаточно хорошие есть места там у нас, да. И не хотелось бы, чтобы это все загибалось, да. Чтобы это все равно людям давать, надо какую-то радость давать, чтобы есть возможность сходить там на спорт, да. Хоть как-то люди на заводах, да, где-то работают, хоть приходили, хоть как-то какой-то положительной эмоции, да, находили. И, в принципе, все равно с каждым годом, я когда приезжаю на Кузнецово, что-то становится лучше, да. Я не говорю, что там прям все плохо в городе. Есть все равно какие-то позитивные нотки. Но, конечно, хотелось, чтобы спорт жил и оставался. Ну, просто вот по той информации, которую видно в интернете, такое чувство складывается, будто там сейчас происходит реальный бардак. То есть непонятки в руководстве, непонятно, когда дворец достроят, хотя там, да, вот как ты уже сам сказал, что завтраками как бы кормят постоянно. Увольнение тренера перед плей-офф. То есть что произошло с одной из главных кузнец талантов нашего хоккея? Ну, в принципе, то, что... Ну, конечно, сильно подломило то, что с КХЛ команду убрали. Я думаю, это сильно подломило. Потому что все равно, когда была КХЛ, команду старались держать на уровне. Были спонсоры, да, и давали деньги, выделяли. В принципе, те же спонсоры остались, но все равно стали, возможно, меньше выделять. Типа, а, да КХЛ нет, чего уж там. Ну, по-другому, да, другое отношение стало. Я думаю, в принципе, можно оживить город и в плане хоккея, да. Просто надо, чтобы заинтересованные люди в этом были. Находят же все равно деньги и в других городах, где было еще хуже, да. Но все равно же возобновляют команды, играют и находят деньги. Поэтому то просто нужно найти заинтересованных людей, которые любят спорты, которые... Ну, и проблема тоже в России. У нас спорт не зарабатывает, к сожалению, да. Если брать в Америке, и там даже не зарабатывают все виды спорта, все команды топовые. Мало таких. Ну, и, конечно, это проблематично. Бизнесменам вкладывать в спорт, если ты не зарабатываешь. Все хотят зарабатывать, и это нормальное явление. Поэтому посмотрим, что дальше будет. Когда ты играл в Кузне, было все стабильно? Ну, более-менее. Да, возможно, были у нас какие-то там задержки по зарплате, но не критичные они были. Для меня, в принципе, тогда это... Я не сказал, что у меня какие-то огромные деньги зарабатывал, да. У меня просто была радость находиться в первой команде, играть в КХЛ, да. И, ну, платят, да, конечно, возможно, последний мой сезон, как бы, и могли больше платить, да. Ну, было, что было. У меня был... Тогда подписывали пятилетний контракт, когда я был, и поэтому особо не было. Как говорят раньше, в петлю вгоняли, да. Но подписываешь пять лет, когда в шестнадцать лет, ты еще тогда не понимаешь, будешь ты играть, не будешь. Подписываешь пятилетний контракт, который тебе дают. И то мне там тоже добавили зарплату. Поэтому я был благодарен людям, которые там были и вообще взяли меня. Сергей Алексеевич Николаев, да, который, в принципе, меня вел в большой хоккей. Царство небесное этому человеку, которого я боялся. Про него ходит легендарность. Первый тренер, как бы, я реально его боялся. Но вот он в меня поверил. Я даже, наверное, возможно, любимчиком у него был, да. Он всегда меня тянул, всегда со мной разговаривал, подсказывал. Мне шестнадцать лет тогда было. Я думал, как глыба со мной хоккейная разговаривает. Тренер, да. Ну, он такой был веселый человек. Со своими, конечно, тараканами, да. Но ему я очень сильно благодарен, что, в принципе, он и показал, и дал путь мне. Да, так неизвестно, что как, чего и было бы. Про него реально ходят легенды. Сеич его называют. Помнишь какие-то шутки, истории, связанные с ним, интересные, которые можем пустить в эфир? Ну, сейчас вспомню, расскажу такую историю. Но он постоянно любил очень на льду. Говорит, вот сейчас любому игроку говорил, сейчас я поставлю клюшку, вот так вот поставим кучу бабла и будем с тобой играть в подкидку. И я любого из вас вас делаю. Это вот у меня любимое было. Потом, на один раз тоже я стоял, как-то бросал поворотом, просто отрабатывал бросок. Он мне, ну чё ты молодой, дай я тебе покажу. Постоял так пять шайбочек и чётко со щелчка в одну точку их положил. Я вообще тогда в шоке был. Прям вот над блином, прям вот чётко вот так со щелчка в одну точку. Ну, тогда уже возраст, у него уже был бы нормальный. И я так это прям ещё думаю, вот это да, вот это солидно было. Мастерство. Да, не пробьёшь. Так что он, не, не, он, конечно, красавчик был. На самом деле, помню ещё первая, первая игра, как раз Суперлига тогда ещё была. Против Череповца сыграли игру. Всё, я не помню, выиграли, прерывали, неважно. Собрание у нас вечером, на следующий день собирает. Ужин командный и собрание. Начало собрания. Ну вот мы сели, он включённую игру. Полную, полную игру сидели, смотрели. Просто, и там каждая смена, там тормоз её начинает рассказывать. Плевать. Там два часа сидели, я думаю, ой, куда я попал. Хорошо, что я не играл. И всё, он говорит, ладно, всё, хватит смотреть, пошли на ужин. И пошли кушать. Какие-то коронные выражения, ну знаешь, у каждого тренера есть коронные выражения. Какие-то, которые вот он просто через слово вставляет или часто употребляет. У него были такие? Да уже не помню, честно. Так вот, прям что-то вот такого. Ну, ты, наверное, слышишь вот эти истории-то про... Когда фура стояла... По-моему... Неохота говорить. И ещё про, типа, про порнушку. Про порнушку история была тоже. Ну, мне рассказывали, я не помню эту историю точно, но там был смысл такой вроде. Как-то он спалил чувака, что ли, какого-то. У него порнушка была с собой. Постоянно диски или что-то он смотрел. Ну и это... И потом как-то игру плохо сыграли, и он говорит этому, говорит, ну ты это вставляй, то где, сейчас посмотрим, как нас сегодня это... Драли, типа. Ну, в таком смысле. Вообще, хоккей в суперлиге, когда КХЛ-то, и когда КХЛ-то только начиналось, как там было раньше? Когда ты молодой, приходишь в команду, что давалось тяжело? То есть, там, какие-то мужики уже, мастера, такое ещё? Ну да, сборы. У меня вообще получилось так, что меня взяли в 16 лет в команду на сборы, но я сломал ключицу зимой. Это, кстати, когда я сломал ключицу, меня первый раз вызвали в сборную по своему году. Я должен был ехать, сломал ключицу. И всё, и я восстанавливался там 3 или 4 месяца, я вообще ничего не делал. У меня операцию не делал, у меня гипс огромный был, я лежал тупо 3 месяца, вообще не двигался, набрал там что-то 12 килограмм. Ну и всё, и там потом, ну я уже вернулся в школу, начал ходить, уже гипс сняли, тренироваться потихоньку начал. И там начались, как раз пришёл Сеевич в команду под конец сезона, и он начал всю молодёжь просматривать в городе, какая есть. Я вот сидел на трибунах, смотрел, ну грустно было, что понимал, что там мог быть, да, и там смотрел, что другие ребята катаются, доказывают. Ну всё, ладно, прошли сборы, лето, ну в принципе тоже там особо не тренировался. Раньше такого уже не было, что тебе надо летом тренироваться. Ты приходил на сборы и готовился к сезону. Ну такое ещё, это сейчас менталитет уже поменялся, да, у молодых хоккеистов. Тогда у нас этого не было. Ну и всё, и я на сборы должен выходить с Металлургом-2. Тогда ещё такая команда была у нас, вторая команда. И первый раз тоже с ними должен, потому что до этого я выступал за молодёжку. За вторую команду я ещё не играл ни разу. И всё, проходим, по-моему, неделю сборов, и как раз уже первая команда выходит, и мне говорят, что на тебя хотят взять с первой командой. И я такой, ну ладно, круто, прикольно, мне 16 лет, я там пацан вообще мелкий с мужиками. И первая тренировка, кросс 10 километров, и я прибегая предпоследним, еле-еле добежал эти 10 километров. Потом приходил во вторую тренировку, у меня отец приводит. Тогда Сеич был уже, когда ты был? Да, 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 Сеич приходит, подъезжаем на вторую тренировку, отец меня так высаживает, выходит там, ну доктор выходит, Дима там на встречу, ну здоровается. И такой папе ему говорит, Дима, ну вы чё, куда пришли-то? Ну это как так-то, там Сеич уже негодует, ноль, молодой 16 лет, предпоследним десятку пробегает, его выгнать нахер хотят. Я всё стою грустный уже, думаю, блин, кроссы не моё. Чтобы всё, сейчас добро отправить во вторую команду, там в лагерь ехать. Ну всё, расстроены, ну ладно, вторая тренировка, у нас там разминка на футбольном поле и ганбол. Ну и всё, и ганбол начался, и в принципе там нормально, ну всё равно же, когда игровой вид спорта играешь, знаешь как играть. И там в принципе себя нормально проявил, всё хорошо, всё тишина, ничего нет. Потом на лёд выходим, тоже лёд откатался, у нас там игра 2 на 2, на маленькой, ну в зоне. И всё, я там получается беру одного, второго, обыгрываю, и гол забиваю, он мне такой... Ну простил мне кросс, походу, вот тогда я думаю, как бы он ко мне стал лучше относиться, и как-то, ну всматривался меня он долго. Пихал, конечно, постоянно, ну всматривался, как бы воспитывал, учил, и тоже за это благодарен, на самом деле. Ну я говорю, я прям его боялся, когда он ко мне подходил, он так с тобой разговаривал, у него ещё вот так вот глаз трёс, нервный тик у него был. Ведь там уже у тебя под жилки тряслись. Вообще, в Суперлиге на тот момент была какая-то дедовщина, потому что я знаю, раньше, когда была вышка, там чуваки молодые приходили, например, был какой-то выезд, и, ну знаешь, как обычно, когда в автобусе не хватает места там под баулы, баулы кладут в салон, и кому-то не достаёт места. Я слышал истории, когда пацаны ездили там 10 плюс часов, вот так вот стоя, просто, ну как бы такая вот людь была. Ну у нас, слава богу, не было такого уже, да, были ветераны, да, всё равно молодёжь, у нас остается молодёжи там таскать всё это, убирать, это, ну не обговаривалось. Но так, чтобы нас там прям жёстко душили, да, были там пару случаев таких неприятных людей, которые встречались на моей карьере, когда я был молодой, ну, прошли они, я о них забыл. Ну, были какие-то моменты, там молодой, там, ну вот этот говор такой был, там начинали что-то, мне, в принципе, я вообще спокойный парень, и у меня, как бы, проблем никогда не было с ветеранами, я был спокойный и никогда не огрызался, потому что в этом смысла не было. Но вот почему-то были там пару таких людей, не буду тоже называть их, но они прошли, как, в принципе, и были тренера, да, которые тоже там и материли меня, и ещё что-то делали, и говорили, что там вообще чуть не заканчивать, что я слабый игрок. Ну, где я, где они, и поэтому надо проще к этому относиться и забыть об этих людях, и даже, то есть сейчас вспоминать даже о них, да, я думаю, не нужно. Когда ты молодой, тут заходишь в раздевалку к мастерам, что самое главное, как правильно себя поставить в обществе, то есть что можно делать, чего нельзя делать, потому что нас молодых кисты смотрят, и, возможно, кто-то из них когда-то пойдёт в раздевалку к мастерам, вот такой, чтобы не оплошать, уже быть готовым. Да, я думаю, просто оставаться человеком нормальным и просто с уважением относиться, но когда ты уходишь на льду, тебе тоже надо доказывать, есть что доказывать, просто главное, чтобы эта грань не переходить, всегда нужно быть адекватным человеком, в первую очередь, всё равно, да, ты можешь быть хорошим хоккеистом, но если ты человек говно, то я не думаю, что у тебя долго получится в командном виде спорта жить. Как Дима Орлов попал в хоккей? Ты уже сказал, твой брат рэгбист, отец тоже? Да, отец тоже в регби поздно начал достаточно играть, и вот брат, да, играл за сборную по своим годам. Ты умеешь в регби? Да, я тоже играл в регби, я тоже играл в регби, это как раз вот про ноги, как раз вспомнил историю, что уехал на сборы я в Казань со своим годом по регби, я, получается, зимой в хоккей, а летом в регби для общего развития, ну, мне, в принципе, и нравилось, и сборы проходить. И вот как-то в Казань мы уехали на три недели на сборы, и потом у нас турнир был, и у нас такие прям хорошие сборы были, и так прям хорошо отработали, и там по две, по три тренировки в день, и там неважно какая погода, солнце, дождь, грязь, ты работаешь. И вот тогда после сборов у меня прям, я помню, очень отчетливо появились прям такие-то икры, тогда вот икры у меня прям они появились, у меня еще такой, у тебя с Оверто, с регбиственной сборы проходил, а там постоянно ты, ну, там тренер стоит, да, и ты там, пусть он толкаешь, вот тебе надо на ногах принести его там какое-то время, ну, там пять секунд там до работы, и ты постоянно ногами на месте, ты можешь сказать, топчешься, потому что, ну, мужик, ты становишься здоровый, ты стоишь на месте, бежишь, и вот я говорю, по столу у меня как-то это прям рельеф мышц получился на ногах. Ну, и плюс, конечно, со мной, говорю, хоккей, мы все равно постоянно катаемся, постоянно объем катания у нас, все равно, как бы то ни было, как ты не захочешь, мышцы у тебя все равно появятся. Ну, мне пацаны рассказывали, кто были, по-моему, в Филадельфии, когда там был Симмонс, они говорят, Симмонс вообще такой-то, ну, и много кто на самом деле, как бы без мышц, поэтому не всем хоккеистам свойственные такие лапы, я просто, когда у тебя увидел, я офигел вообще, я действительно первый раз такое видел, вот у Сен-Луи еще, по-моему, я видел, потому что у него даже фотка какая-то была, Мартен Сен-Луи. Да, да, я видел тоже, наверное. То он такой маленький тоже, коренастый был. Так в хоккей-то как попал? В хоккей, получается, достаточно случайно. У меня отец играл по детству, когда он прям маленький-маленький был, и как-то он там пару лет поиграл, потом что-то заболел, и все, и застеснялся пойти, и как-то его отец не настоял. А я, получается, пошел достаточно поздно, в 7 лет, и первый год я вообще катался у бортика, там, на коньках, на дутушах, у меня первые какие-то дутуши были. Мне кажется, я до сих пор мучаюсь от этих дутушек, потому что мне все ноги испортили они. И... Шишки в базон? Не, у меня нога неровная, она, получается, чуть-чуть, я не знаю, как это объяснить, но я вижу, что как у других ребят, и как у меня. И поэтому, ну, там один тренер посоветовал тоже дутуши одеть. Ну, вот, первый год я отходил, так, я сказал, папа, все, хватит. Он говорит, ну, давай, там, куплю форму, купил коньки, у меня тогда купил остальную все форму. И как раз, по-моему, нас собрали уже наш год, 21-й, начали собирать, там, начали тренера нам выделять, и как-то все потихоньку-потихоньку началось, поехало, и как-то понравилось, зацепило, и вот начал играть. Потом уже вот перешли в наш спецкласс, у нас уже была вот школа, которая возле хоккейного, там у нас был прям спецкласс, весь год нашего рождения учился в одном классе. И так у других ребят тоже, там были параллельный класс тоже, там мальчики, девочки, а у нас вот чисто пацаны, вот мы один класс тренировались, шли в школу, потом опять на тренировку, допустим, когда двухразовые тренировки были. Все метра лед, там, в девять, школа до четырех, и еще тренировка. Каково это учиться в спортклассе? Я тоже учился, и у Сергача спрашивал, что это... Да это ужас, это не мучение, это мучение. Там главное дождаться перемены, и там вот это начинается по этажам бегать, то за девчонками, то друг за другом, то в сифу, в парашу, как там эта игра называется, тряпкой вот этой, которая вытирает доску, вот ей бегаешь, кидаешься. Стрелки были у вас? Стрелки. Один раз я помню была, вообще подходили старшики, что-то, по-моему, к нам, вообще всех хоккеистов собирали. Говорят, все, типа, стрелка после школы, там, туда-туда-то уходим. Все, мы уходим со школы, там, проходишь дорогу, идешь дальше, там был бассейн, ну, и все, как бы, там, мы выходим, сначала мелкие там все, ну, и там, видно, там, такие взрослые, там, стоят, там, вот, там, они, там, чуть не хихикают, и там, просто еще за ними, там, еще такая же орала. Больших уже, эти, таких, хоп, развернулись и убежали. Вся стрелка закончилась. А там все хоккеистов собрали, все, которые в школе были, я думаю, что там тяжело было что-то. Ну да, против хоккеистов у нас тоже, да, были такие истории. Давай поговорим про Вашингтон. Когда ты приехал в Вашингтон, то есть не в АХЛ, а в самую, в основную команду, кто был твоим? У нас просто у каждого русского АНХЛовца есть такой свойственный, знаешь, хоккейный батька, который берет его, такой, так, парень, сейчас я тебе покажу, что такое эта лига. Ты забудешься, что было раньше. Кто у тебя был? Саша Овечкин. Ну да, я как раз приехал первый год, это был Саша Овечкин и Саша Семин. Они два русских было, и, в принципе, они мне помогали весь первый сезон. Достаточно интересно было, все равно в каком-то пространстве был, находился, и еще английского не знаешь, когда тебе что-то говорят в раздевалке, ты не понимаешь, либо это хорошо, либо плохо, либо шутят, не шутят, постоянно в каком-то, в конфузии находишься. Ну да, да, как бы ты, ну тяжело было, конечно, сейчас намного проще с языком и все, конечно, когда ты знаешь язык, ты можешь из-за себя постоять и послать кого-либо, наоборот, там посмеяться. Сдружиться, поэтому тяжело было, конечно. Хорошо, что были русские ребята, но тут тоже, это был, да, мой опыт, ну, допустим, может быть, если бы я был один, я бы зато выучил язык бы быстрее, и по-другому, может быть, тоже бы что-то сложилось. Ну, я ни о чем не жалею, это тоже мой опыт, и также сейчас, да, приходят молодые ребята тоже, вот Самсон, да, к нам пришел, тоже, в принципе, не зная английского языка, и тоже мы там стараемся ему помогать уже, чем ты передаешь тоже какой-то свой опыт, который у тебя был, что ты говоришь, в принципе, и ему тоже интересно послушать, как и он уже потом уже это на себе применяет, да, что-то там услышал от Саши, там, от меня, там, от Кузи, и со своего опыта вот тоже. Хотя, в принципе, он достаточно уже, сколько ему было, 22, наверное, он приехал, ну, уже чуть попозже, чем я, я в 20 лет приехал, и это тоже, и он тоже играл и в КХЛ, да, уже и со взрослыми ребятами поиграл, тоже у тебя все равно уже свое «я» есть, и тоже иногда тяжело с чем-то согласиться в Америке. В Америке все равно ты приезжаешь, тебя все равно считаешь, что ты новичок, а в России ты уже играешь, там, с 16-18 лет, ты уже, ну, не новичок, тут как бы тебе начинают что-то говорить, ты не сможешь, типа, слушай, я уже поиграл нормально со взрослыми дядьками, и не в хуже вашей лиги ты считаешь, да, но потом все равно ты со временем уже понимаешь это менталитет и чуть другие правила, и адаптируешься к этому. В Америке, но все равно, когда ты попадаешь, мне кажется, в русскую раздевалку, вот к мужикам, это намного жестче, чем учатиться в раздевалке именно с анхиловцами, там, мне кажется, как-то это все равно, адаптация проходит попроще, потому что тут эти вот мужики, которые вот с такими стомными лицами, да, в черт пришел. С похмелья. Ты кто? Ну, да, возможно, но сейчас, я думаю, поменяется, и смотреть тоже, если Россию брать к АХЛ, ну, очень многие ветераны закончили, сейчас так тоже лига молодая, молодилась, смотришь, ну, ребята с кем-то играл, нам уже по 30 лет, они уж там капитаны, ассистенты, они уж там 5 лет уже как лидеры команды, поэтому лига сильно, конечно, поменялась, таких-то прям, ну, старожил-то немного осталось, как бы вот Даниза Рипов, да, легенды, как бы вот до сих пор играет, я думаю, вот таких, конечно, побольше бы в команды таких людей, которые за коллектив, да, за команды, еще и мастерики. Ветераны все равно, так или иначе, любят прикалываться над молодыми, ну, какие-то шуточки, знаешь, там, приколы. У тебя было такое, чтобы там, не знаю, где-то, может быть, Сергача, например, Марков, там, в покер они его раздевали, чтобы тот там таскал, например, баулы или в зал в тренажерных властах заходил. У тебя были какие-то такие истории? Да, было, первая тоже, первая поездка с командой, ну, чартеры уже летали на игры, и прошли, по-моему, паспортный контроль, все прошли, ну, и посадочные были, ну, и в автобусы шли, посадочные, маленькие уже когда оторвали, Рима, сколько, говорит, это, собери, надо собрать со всех и отдать. Я такой, ну, там, собрал пару человек, думаю, что такая-то херня, схожу к начальникам игры, Володь, что-то это, попросили посадочные собрать, развод, ну, конечно, ну, ладно. Еще нам в паулу постоят в каждой поездке, ты там собираешься, потом ходишь кушать в Новокузнецке, потом опять в сделку возвращаешься, пока это весь процесс собирания идет, и обычно десятку, блин, засовывали в паул, тоже такое было, тоже у нас пару раз тоже возили, потом тренеры как-то кому-то засунули, и он хотел вытащить тренером из колнии, сам лоханулся, вот и возил, в Америке. В Америке? Ну, есть там обычно приколюха, там, ну, на мне не делали, но ставят стаканчик и шлемом накрывают, и так, ну, обычно же шлем сетя, и у тебя стакан как бы опрокидывается, ну, это я видел, делали, да, ребята. Это прикольно у нас бывает, когда перед Рождеством нас делают в раздевалке, мы собираемся, ну, допустим, за две недели из кепки вытаскивают бумажку, и там номер. Например, ну, например, вот я достаю, допустим, мне попался 92 Кузя, допустим, все, все разобрали эти бумажечки, и ты должен не больше 100 долларов сделать подарок на Рождество смешной. Все, ты, например, вот я выбираю Кузя, что там придумать ему смешное, все, через две недели мы собираем, все команды, там, ты заносит в подарки все незаметно старается в раздевалку, все, потом все садимся, ну, и там пошел первый, да. Ты берешь там, вот, ну, я там Кузя, да, ты раскрываешь, и Кузя, допустим, смотрит, ну, и все как бы там угорают, либо если что-то смешное, если нет, ну, так. Ты Кузя дарил? Нет, я просто как пример привел. Я дарил один раз Кемпни, еще Биглу дарил. Что дарил? А Кемпни я дарил смирительную рубашку, ну, у него кликуха псих. Почему? Ну, не знаю, вот у него такая уже на протяжении, по-моему, еще когда он в Чикаго играл, у него, по-моему, такая кличка, если я не ошибаюсь, и еще он постоянно любит култап, ну, постоянно в джакузи и в холодном. Ну, я ему джакузи такой купил резиновое, чтобы у него дом был. А тебе что дарили? Мне, мне один раз подарили, получается, ну, подарили шапку такую рабочую, да, и, ну, воротарь Холби, когда он был, он говорит, я не знал, что тебе подарить, ну, и он начал в Википедии искать, откуда я. И он нашел то, что, ну, металлурок там все, и вот он такой нашел, как это добывать там уголь, вот это металл, все, и так подобрал. Ну, прикольно было на игры. Мне, как бы, русские ребята, возможно, что-то смешное подарили, а американцы, я думаю, тяжело со мной такой спокойный и тяжело что-то. Либо они у них что-то спросили, чтобы мне можно было подарить. Тогда, можно быть, посмеялись бы пожечь что-то. А Кузе и Саше что дарили? Сейчас уже не вспомню. Честно, не помню сейчас, вот пытаюсь помнить, что там подарили. Не помню сейчас, не буду врать. Все. Там много чего дарят постоянно, потому что одному дарили там тоже, кто там, Трампа там, ну, там же, свобода слова, да, кто Трампа не любит, тоже там с Трампа символикой что-то дарили. Там кепка типа Трамп номер один, там такая сева тоже была. Ужин новичков. У тебя был уже новичков? Да, но у меня и долго его на самом деле не было. У меня он был только на мой пятый сезон, по-моему. Почему так? Нет, вру. Первый сезон не разрешали, так как новый тренер был. Второй сезон был локаут, вообще не было Рокки Динера. Третий сезон тоже не разрешили. И вот на четвертый сезон, на четвертый сезон, когда я как раз травмированный был, у нас вообще было 8 новичков. А, ну и на восьмерых счет попили. Ну да, там вообще ни о чем. Там и Рокки, у нас и уже новичков был такой слабенький. Не так было весело и интересно. Да, не интересно как-то. Согласен. Слушай, а в раздевалках, вот вчера там Гурьян рассказывал, они, например, ну в каждой команде все равно там ставят ставки на какой-то спорт. Не там в приложении ставят, а между собой, типа там давай забьемся на пинок, на это, на сё. У вас есть такое? Ну обычно на молодежи чемпионат мира. Если играет там шведы, канадцы, там мы, американцы, есть какие-то споры. Ну а так в команде играет там в это фэнтези иногда, в гольф. Ну это получается, ты собираешь себе команду и создаешь, там у тебя группу 8 человек, ты там список из 100 гольфистов. Вот ты себе собираешь команду из 100 гольфистов и так как каждые 8 человек. И ты играешь между собой там каждую неделю, турниры происходят, там по 20 долларов скидываешься и играешь. Ну это популярная сейчас тема фэнтези, это как и американский футбол есть, и хоккей, и кольф, и любой вид спорта. А такие какие-нибудь споры, там зарубы в карты, в покер, не знаю. Ну вот в карты у нас ребята играют в самолете, да. У вас в дурака умеют играть? Нет, только русские. Только русские, да, тоже? Да, да, но мы особо не играем. У нас как бы, ну вот Саша в карты, да, играет, а Кузя Самсон, он больше в эту фифушку. В покер не рубитесь? Нет. Что-то вы вообще какие-то, что кто-нибудь там скучный парни, в чем вы занимаетесь-то все это время? Вы в этом сезоне вчетвером в номере, в одном когда были, когда вас закрыли потом на карантин еще. Смотрели футбол американский, PlayStation играли, ну и просто сидели общались. Но так как Самсон заразился, нас на карантин посадили. Если бы не заразился бы, ничего бы не было. Никто бы не узнал, потому что все так делали, и ну попались мы первыми. Думали, ну типа не спали просто. Да нет, я не знаю, что они думали, но просто так получилось, что у нас прошла игра, утренняя игра была, но делать нечего. Мы решили просто собраться в комнате, посидеть, посмотреть, поболтать. Но так как в правилах это было сказано, что нам нельзя собираться в номерах. Хотя в принципе мы сидели в большой комнате, ужинали и пинг-понг играли, но лига решила так, решили наказать нас четверых. Но я думаю, что если бы Самсонов не заболел, ничего бы не было. Просто это как такая получилось. Получилось всем, что посмотрите, что вот они сделали, чтобы никто больше такого не делал. Не фортануло. Ну да, грустно было сидеть, конечно, особенно. Ладно, ребята болели, а мы с Сашей нет. И как бы просто терять 10 дней безо льда. Конечно, потом тяжело было выходить на лед. И ребята набирали темп, играли. А ты 10 дней вроде в зал ходишь, все равно это не то. И поэтому, конечно, тяжело. Форму ты немножко потерял. Вашингтон не оштрафовал вас, сам клуб? Нет. Вообще там есть? Ну, как в России, знаешь, что в раздевалке висит 10 тысяч опозданий, 5 тысяч это, 6 тысяч это. Ну, не висит, но есть, да, командный штраф. За что самый большой штраф? Ну, скорее всего, наверное, за неявку на тренировку, я думаю. Ну, либо на игру, либо там проспать. Я не знаю, я не видел это ни разу листок. Ну, примерно, сам как думаешь? Ну, по-моему, я знаю, что вот клюшку нельзя сломать, 250 баксов. Что клюшку? Клюшку нельзя ломать, со злости. А, да ладно. 550 долларов. А я еще слышал, что если игрок выходит, например, на раскатку и падает. Да, есть тоже. Реально? Это не штраф, это в команду идет касса. Что ты падаешь, да, там. Ну, там у каждой команды по-разному. У нас раньше 100 было, по-моему, сейчас, может быть, даже больше, да. Что ты, если упал, на шаеву наступил, либо случайно упал. Да, все ржут, и ты приходишь и мания на борт ставишь. Ты падал, да? Да. А в первый сезон тоже было смешно. 2-1 упражнение делаешь. Ну, там обычно ты защитник же уходит, сразу и все, и тоже выезжаем. Так получилось, что я в одну сторону выезжаю, и Саша. И мы вдвоем, как бы, это, ну, я притормозил, а Саша доработал. Я развалился, шлем потерял, и думал, где? Ну, пришлось ставить, тебе страшно. И что, обоим дали по 250 штраф? Не, ну, это не штраф, это, получается, у нас же есть все равно, там, ты, когда подпишешь контракт, допустим, либо, там, набираешь, там, какое-то, там, допустим, сотое очко, либо первое очко, ты ставишь деньги на борт, это как в командную кассу, если в какое-то командное предприятие, деньги берутся оттуда, и все. И так же, когда ты падаешь на блюдо, так же ты эти ставишь деньги на борт, и просто они суммируются в общий общак. А есть штраф, если наступаешь, например, в раздевалке на эмблему клуба? Ну, я думаю, есть, просто у нас, ну, как бы, никто не наступает, и после игры вообще его, как бы, ну, потому что там форма собирается, там ее, как бы, ставится ковер, что не видно, и деблем, поэтому не наступает. Ты получал? Тебя штрафовали? Нет, я не наступал. Не, не про наступал, вообще я тебя штрафовал, клуб получал штрафы за что-то? Да, в принципе, нет вроде пока, я вроде ничего такого не делал. Ну, у меня было, когда дискалификация, у меня было две игры, и тогда зарплату не получал, но это от лиги. Ну, это, да, не, именно от клуба. Да, от клуба нет, такого ничего не было. Ты сам уже рассказывал, что полицейские тебя в Америке останавливали за превышение скорости, там можно, типа, так, я уж им кто не играю, релакс, отпустим. Ну, когда останавливали, узнавали, один раз, а один раз не узнали, ну, ничего такого не было, спросили, какой лимит тут был скорости, я ответил, ну, все, мне выписали, ну, там, штраф, по-моему, небольшой, и все, ничего, но никакие поинты я не заработал, которые, самое страшное, тебе там поинты приписывают. Что это значит? Ну, там называется, там есть какая-то система у них, когда тебе записываются поинты, там, за какие-то, там, серьезные штрафы, у тебя там, по-моему, там, я не знаю, сколько этих поинтов собрать, ты можешь там на решение, там, на какое-то идти, там, либо еще что-то. Самое главное это, что поинты тебе не давали, лучше тебе пусть штраф выпишут, ты лучше деньги заплатишь, чем вот это, получить вот эти очки. А там тоже камеры на скорость, как здесь, в Москве? Мало, вообще мало, в Вашингтоне, может быть, только, а мы же сами не в Вашингтоне живем, мы в Вирджинии, все живем в пригороде, у нас и каток тренировочный, мы только играем в Вашингтоне, а все игроки живут в Вирджинии, это мост проехать, и ты в Вашингтоне, а другое, это Вирджиния, еще там, Мэрилэнд штат у нас. То есть там полицейские, они просто стоят? Ну, они бывают стоят тоже, да, но не так, как у нас в России. А вы скажете, в неделю и утром они стоят. Не, ну они просто с этими замерителями скорость стоят, хоп, нарушил, там, они тебя догнали. Сколько штраф за превышение? Я, честно, не знаю, потому что, ну, я нечасто нарушаю. Ну, вообще можно там договориться? Ну, типа, что? Ну, не думаю, что так прям можно договориться. Ну, если, да, они просто могут, просто чисто по-человечески сказать, там, спросить, ты куда там это, ну, и они же сразу смотрят систему твою. Они сидят, когда тебя останавливают, они сначала по компьютеру смотрят по номеру, какие у вас нарушения, что, поэтому они, в принципе, уже когда тебе подходят, они знают, кто ты, что ты и чего. Короче, если там нету этих поинтов, то они могут сказать, ладно. Ну, да, могут, да, типа спросить, давай осторожнее и все. Ну, главное, чтобы ты адекватный был, там, не выпиши, либо там, ты еще чем-нибудь не был. Мне рассказывали еще историю, что, например, если у нас там едет машина и все там, да, разъезжаются, то в Америке все должны остановиться, если там вот с мигалками едет или нет. Ну, там притормаживают, но все равно тоже, как бы, опускают линию одну. Ну, как бы, вообще, в принципе, да, что ты сбок и притормозить лучше. Ну, там по-другому, все равно, как бы, сравнивать Москву, допустим, да, где там пробки, машин, столько всего. Тут тяжело просто остановиться, просто, ну, проще отойти в край, чтобы машина проехала, и ты назад вернешься в ряд. Там тоже люди по-разному, кто-то слышит, там, они все, паник, они на стоп ставят, и все, ты вот стоишь, думаешь, ну, ладно, можно бы спокойно ехать. Другие правила, другой менталитет, там, левой линии нету, как у нас в России, левой линии, но быстрее же едет машина. Да, да, да. Там, нет, там можно по левой линии прям ехать, кайфовать, спокойненько, ты будешь сигналить там, что она еще медленно не поедет, специально. У тебя отец работает в ГАИ? Работал. Работал в ГАИ. Тонер позволялся какой-то там кататься, или нет, не было поблажек? Нет, не нарушал я ничего, и он, как бы, особо тоже так, особо, я не думаю, что пользовался. Но если пользовался, я не знаю. Слушай, мы всегда, как бы, разговариваем про тачки, кто что любит, на каких катается. У тебя какая любимая машина? Ну, если брать, что у меня было, что я покупал, пока только у меня были Мерседесы, но вот у жены Порше в Америке. Ну, в принципе, тоже хорошая машина, Каен. Ну, просто, чтобы удобно, джип был с сыном. Просто сейчас у нас здесь легковая, да, машина, и очень неудобно, когда ты ставишь в детское кресло, и прям, ну, чувствуется дискомфорт. А там, все-таки, ну, вот, в Порше побольше места, поэтому... Ну, и тогда, когда я брал машину, тоже не было каких-то новых моделей и что-то ждать, и тогда была возможность хорошая со скидкой взять машину, и как раз я ее машину тогда отдавал. В принципе, как бы, ну, все сложилось так, как было удобно для меня, и все равно неохота брать старую модель, которая там новая выйдет через месяц, допустим, но в этом смысла нет. Либо ждать тогда, либо как раз вот тогда вот Каен только вышел, и я вот взял супруги. Ну, и себе, я достаточно долго тоже на одной машине ездил, на Мерседесе. На каком? И на ML у меня был старый еще модель, еще когда не GV он стал, а ML, 3GV. ML был, я, наверное, лет 6 на нем отъездил, и вот в том году, в том году я, ну, другую себе приобрел, я прям заказывал ее сам, сам создавал ее. Ну, хотел прям, мне прям очень сильно хотел, горелся, загорался этой машиной, и до сих пор прям огромное удовольствие, ну, даже соскучился. Все, вот сейчас полечу в Америку, я прям с кайфом, я думаю, сяду в ней и покатаюсь прям. Что за машина-то? Гелик. А-а-а, G63. Последний, да? Да, да, я его прям долго ждал, полгода. Ну, и как тебе? Ну, я огромное получаю от этой машины удовольствие, и прям не жалею, что я приобрел ее. Поэтому, ну, думаю, надеюсь, что так же лет 5-6 спокойно я буду ездить, а не заморачиваться по машине. Я вот у Сани Бурмистрова катался в Казани на гелике, но у него такой, он старенький, и, например, когда из ряда в ряд перестраиваешься, его, знаешь, как это... Ну, я знаю, я катался тоже на стареньке. Скачает. А вот потом я поехал в магнитку к Егору, к Яковлю, и у него как раз тоже последний. Слушай, ну, это еще другая машина. Это бомба прям. Другая машина, да. Некоторым, кто новые гелики и садятся, им не нравится после старых. Они вот им нравился вот этот драйв, что вот так вот все болтает. Страшно. Ну да, как бы я катался тоже, я там как-то сел, но я обычно одной рукой рулю, а когда в старый садился, там надо это, напрягаться при вождении, да. Ну, тоже свой, своеобразный кайф, и людям нравится, поэтому... Бурый-то, конечно, что-то тоже не может новосяку-то еще. Надо писать ему. Бурый-то, чем на суре. В Вашингтоне у кого самая крутая тачка? На чем ездят игроки Вашингтона? Да разные машины в нашей команде. Ну, много Мерседесов, Рейндж Роверы. БМВ. Ну, там, не знаю, Роллс. Траки. Роллс-Ройс? Ферры. Нет, Ферры нет. Нет? В Ферры, Ламарджей нет таких спорткаров. Все простые, что ли, пацаны? Ну, все простые. Все семейные, все уже семейные, всех детей. Не до этого. Серьезно, даже ни одной нет какой-то такой вот прям люкс-тачки крутой. Да, ну... Людимый Орлов просто открывает. Не, ну, почему? Просто, ну, зачем говорить про другие машины? Не хочется. Других людей. Не хочется. Не, ну, такого прям Феррари нет. Феррари, Ламарджей нет. Ну, значит, Роллс есть. Нет. Был. Один. Был, ну уж, все. Ну, ушел. Все понятно. Продали. Что происходит с Кузей в последнее время? Это я не знаю. Вы... Проще у него спросить, наверное, мне кажется. Как бы все равно отвечать за другого человека некорректно. Ну, ты его друг, вы давно знаете? Ну, конечно, да, мой друг его знаем. Близкий прям. И Новокузнецк, Челябе. То есть вы там и играли сколько раньше, и сейчас играете. Наверняка близкий. Просто когда смотришь за таким талантливым парнем, как Евгений Кузнецов, как он может играть. И вот эти вот все истории непонятные, которые происходят с ним в этом сезоне, это реально обидно. И поэтому... Ну, есть свои трудности, наверное. И все равно это, скорее всего, в нем больше в его голове. И чем быстрее он вернется на ту туру и на ту игру, которую он может показать, это будет только лучше для него и для людей, которые находятся с ним в одной команде. И поэтому это зависит от него, как он захочет, чтобы это сделать, вернуть, либо сделать это лучше. Поэтому мы, как друзья, его поддерживаем и стараемся ему помогать. Но я думаю, если человек сам захочет, то он сможет изменить, если что-то ему мешает, либо что-то его беспокоит. Поэтому талант у него всегда есть и останется. Просто главное делать правильные решения, правильные выводы. Если что-то сделал не так, то все равно у него есть семья, которая дорожит. Также и родители, которые за него переживают. И не хоккейные друзья, с которыми он общается. Поэтому все за него переживают и надеются, что на следующий сезон он будет в топе, как он может быть. Так что я думаю, сейчас он тренируется, готовится. И я думаю, все хорошо будет. Предположительный допинг-пробы у него ты заметил? За ним что-то необычное? Поведение там другое? Да, ну нет, тяжело сказать так, чтобы там что-то прям какой-то неадекватный человек был. Нет, все нормально было. Все, он выходил, он нормальный сезон проводил. И в принципе тогда выиграли кубок, да, другой сезон был совсем чуть другой. У всех было какие-то и подъемы, и падения. Не был такой, что пробный сезон, потому что все равно укороченное лето было. И не всегда просто много эмоций потеряли, да, за это празднование, за все. И сезон такой был. Ну, что было, то было уже, знаете, вспоминать это, да. Конечно, это все равно тяжело забыть, но надо доказывать на данном этапе, что он еще остается хорошим человеком, состоятельным игроком. И жизнь не останавливается. Надо забыть и двигаться вперед, и стараться быть лучше. В общем, желаем, чтобы Кузя вернулся на прежний уровень, потому что он действительно крутой хоккеист. И все русские болельщики его любят, обожают за его вот эту искренность, открытость. Он наверняка классный парень, но у всех бывают свои какие-то такие затупы по жизни, так скажем. Давай поговорим теперь про то, что Дима Орлов, оказывается-то, раньше играл центральным нападающим. А в сборной нехватка центральных. У нас дефицит сейчас складывается на фоне еще того, что Евгений Кузнецов тут выпадает. Если, например, ситуация будет требовать, Дима Орлов может сыграть в центре? Да, я давно на самом деле не играл. Это было у меня, да, два года моей карьеры, ну, Кузнецкий. С 12 или с 13, где-то с 12 до 15, допустим, возраст такой был. Я играл и крайним, и центральным нападающим играл. В КХЛ даже сыграл пару игр. Тоже центральный. Ну, знали тогда, что я играл. Так-то в НХЛ-то особо никто не знает, что я играл в нападении. Ну, центральным тяжелее играть в Собостиси, чем в защите? Да, мне... Я поэтому вернулся в защиту, что, в принципе, у меня были там, я набирал очки, и были результаты какие-то. Но все равно в нападении я как-то терялся. Как-то я привык более в защите, да, с глубины начинать всегда с шайбой. А там ты все равно... Да, центральный более приближен, но все равно я как-то... У меня были моменты, что я раньше стартовал, да, и поэтому не получал шайбы. И потом тяжело было как-то возвращаться, ты вроде уходишь уже, а потом возвращаться смысла нет. И как-то терялась игра моя. А в зоне обороны я как раз вот начинаю с шайбой, уже двигаюсь, либо там начинаю первый пас, а потом подключаюсь второй, второй глубины, да, либо ты выезжаешь за воротом, обыгрываешь игрока, и уже картинка меняется. Если все закрыты, ты можешь сам зайти в зону. Поэтому, ну, в принципе, это был опыт положительный, так как все равно я посмотрел, что есть плюсы там, и есть также и минусы, и также наоборот. Поэтому решили на том этапе, что ростиком я, в принципе, был небольшим, и попробовать себя в нападении, ну, поиграл-поиграл. Все равно главное, что я играю сейчас в защите, и все равно хоккей современный, и все защитникам сейчас нужно и кататься, и уметь играть с шайбой, и не только ее выбрасывать по стеклу, как нас учили в детстве, к сожалению. Сейчас, конечно, я надеюсь, меняется это, но в то время нам, как говорили некоторые тренера, хороший защитник, которого не видно. Хотя я с этим не согласен. Ну, это старый хоккей, это старая школа, это все нам нужно менять, нужно уметь везде, так же и как и нападающие. Да, конечно, кому-то дано там создавать. Все равно в детстве должны всем давать шанс играть в шайбы, и чтобы дети и хотели играть, чтобы это было им неинтересно, а не так, чтобы им отбивали желание в детстве, и потом детская травма у него была от хоккей, что всю жизнь заставляли ее бросать и никакого удовольствия не получать. Сейчас пошла тенденция, что приз лучшего защитника отдают защитнику, у которого больше всего очков. Ну, это же бред, ну, как бы отчасти. Лично там, да, для меня. То есть лучший защитник от слова «защита», то есть он должен защищать, здесь ключевое слово, отдают тем, кто больше всего набирает очков. По-твоему, это справедливо? Ну, я считаю, что в НХЛ это не так, потому что, во-первых, смотрят игровое время твое, смотрят полезность, смотрят очки. Чем ты больше играешь, тем больше у тебя возможности набирать очки. А больше играешь, значит, ты играешь во всех ситуациях. Это большинство, меньшинство, и игра 5 на 5. Поэтому, кто играет меньше, ну, им не должны давать лучшего защитника. Это обустраивается все то же, что ты играешь во всех ситуациях. Ты играешь против лучших нападающих. Если у тебя огромный плюс, если у тебя много очков, плюс смотрят где-то эти очки набирать в большинстве, 5 на 5, это тоже немало важно, мало. И много разных аспектов. Да, есть определенные ярко выраженные сейчас там защитники, да, которые атакующие, это нехорошо. Я тоже против этого, что все равно ты должен быть двухсторонним игроком. Но все равно они стараются, конечно, находить какую-то золотую середину, я думаю. У меня тоже есть, да, какие-то там любимчики в лиге тоже, знаешь, которые говорят и постоянно их видят, и постоянно они на слуху идут рекламы. Да, это тоже есть, без этого никуда. Но все равно достаточно, в принципе, в каждой команде более-менее хороший. Есть защитник номер один, который может реально играть много и зарабатывать очки. И он достиг этого результата тоже своей работы. И показывает, что он может, он дает результат. И его невозможно не поставить. И потом уже, конечно, вот эти топ-5 защитников, которые там выбирают последних на Норрис Трофе. Но, в принципе, я думаю, они все заслуженно там находятся. Но это просто уже решит, кто голосует. Это тоже зависит от симпатии или антипатии человеку, игрока, как он играет. И это зависит тоже, в какой ты команде играешь. Ты можешь играть в Баффало, набирать много очков. Но это тоже, ты только в региональном сезоне играешь. В Плов ты не играешь, ты не показываешь никакой игры. Хотя, в принципе, дают только за сезон. Плов тоже там не дают на Норрис Трофе за Плов. Поэтому много мелочей. И поэтому, говорю, нужно быть двухсторонним игроком, а не только на атаку, либо только на оборону. Да, это хорошо. До команды ты там будешь играть свои 20 минут, если ты играешь за защитник. Да, это, в принципе, хорошо. Ты можешь зарабатывать хорошие деньги, играть всегда 20 минут. И набирать какие-то свои очки. Но в итоге все равно топ-4, они должны быть все хорошо кататься, хорошо двигаться, двигать шайбу. Да, возможно, у тебя там не идет, ты не можешь там набрать очки. Но все равно какая-то полезность у тебя будет видна в статистике. Кто для тебя лучший защитник НХЛ прямо сейчас? Или, неважно, не обязательно НХЛ, просто лучший защитник для тебя? Ну, я выделил бы Кэл Макар. Да, что он очень хорошо катается, что он хорошо двигается с шайбой, что он видит площадку, что он создает очень много. Но я бы не сказал, что он тоже хорошо играет в защите, да? Да, он хорошо катается, может подстроиться. Но он тоже не такой прям защитник-защитник. Но их и нету сейчас. В принципе, вся игра идет. Все равно, чем ты играешь меньше в зоне обороны, тем лучше для тебя, для твоей статистики. И чем ты быстрее шайбы отобрал и перевел ее, либо своему нападающему, либо сам вышел в шайбу из зоны. Вот это твое тадо, это считается, да, круто. А не то, что ты стоишь, защищаешься, там ворота игроков не подпускаешь, там к воротам и там клюшку поднимаешь на пятаке. Да, это есть свои мелочи, но чем ты быстрее выводишь свою шайбу из своей зоны, тем ценнее игрок сейчас считается в этой лиге. Может быть, ты будешь тупым и бегать быстро, но если ты это будешь выполнять, то, в принципе, ты, возможно, будешь играть в НХЛ. Потому что ты можешь вот это сделать, задачу. Конечно, надо развивать другие. Если ты еще и развьешь другие задачи, после того, как ты вышел из своей зоны, то ты можешь дорасти, да, ты хорошего игрока, но все равно, если у тебя есть вот это, быстро отобрать резкость какая-то, да, и ты хорошо катаешься, ты хоп, ушел из своей зоны, и, в принципе, же смотришь, это в корсе статистика, новая статистика, которая учитывает, что ты там, сколько ты проходишь в своей зоне времени, находишься, сколько ты в средней, сколько в атаке, сколько там бросков в твоих сменах было по твоим воротам, сколько в другой зоне. И вот эта вся статистика сейчас очень сильно она в хоккей движет, да, и видно по тренерам, что они это очень смотрят и делают большой акцент на этом, хотя, в принципе, половина можно не смотреть. Это тоже такая достаточно спорная статистика, ну, это мое мнение, да, но тренера все равно не смотрят, а потом игроку подходят и начинают, допустим, что-то ему говорить. Поэтому это тоже так, знаете, ненормально, да, человек может, да, там, ну, повозили в зоне, зато он вышел, потом гол забил, это тоже такие, такие есть игроки, и ты с ними ничего не поделаешь, но зато они делают результат тебе, поэтому у тебя должна быть золотая середина, и работяк, который тебе делает эту статистику, и игроки, которые, звезды, которые, может быть, да, их там зажали как-то, но потом они выходят и свой момент используют. Тебе против кого тяжелее всего играть в НХЛ? Против нападающего, который прям вяжет? Ну, на самом деле, я говорю, в каждой команде есть такой игрок, с которым тяжело играть, потому что все-таки это НХЛ, и люди не просто в этой лиге играют, а играют на хорошие деньги, их ставят лидерами, у них есть мастерство, и против каждой, ну, на каждой игру ты все равно выходишь, примерно ты знаешь, что какой-то один-два игрока тебе могут создать трудности, поэтому тебе всегда надо понимать, что где и как происходит на льду, и находить их быстрее, и не давать им времени, и опережать события, и против хороших нападающих лучше играть в зоне атаки. Пусть они обороняются, пусть они злятся, и пусть они психуют, потому что никто не любит играть в обороне, а тем более игроки, которые атакующего плана. Да, их это вообще вымораживает. Плей-офф НХЛ, по сути, играется бесплатно, за него они платят же зарплату, да? То есть это, ты просто бьешься как бы за кубок? Ну да. Я об этом узнал, ну, не так давно, то есть где-то прочитал, что в этом-то как бы и прикол. Ну, то есть там все равно, есть премки, наверное, какие-то? Ну, есть премия, когда там раунды проходишь, ну, там небольшие деньги, там как-то из России сравнить, ну, за кубок там, да, сейчас они, по-моему, добавили какую-то сумму. Ну, то есть здесь, например, там люди по окончанию плей-офф, там еще сверху получают, там по 50, например, миллионов за плей-офф, а там просто чисто бьешься за то, чтобы быть выгравированным на кубке Стэнли? Да, вот такие у них. Вот так вот они решили, так они сделали, да, что ты зарплату получаешь во время сезона, а в плов ты бьешься за кубок, именно за самый главный трофей. Ну, это прям, знаешь, это круто. Ну, да, да. Наивно, но круто, да? Да, наивно, но круто. Люди, по сути, бесплатно выходят, вот эти вот мастера, которые мы смотрим, такие, а, что эти парни вообще делают, они выходят такие, да мы бесплатно просто сейчас будем рубиться, чтобы оказаться здесь. Ну, это, да, это история, это свой шик, это тяжело этот трофей выиграть, поэтому, наверное, такая цена без денег, просто, как говорят, второй сезон, да, один сезон ты прошел, у тебя начинаются новые игры, новый сезон, и тяжелый сезон, много стресса, и много игр, и, конечно, не представляя людей, которые отыграли там, да, 20 лет, там, находятся в зале Хакине Славы и не выиграли кубок, это, конечно, мне кажется, очень грустно для них, так как все-таки они великие, играли в хороших командах, но вот, к сожалению, у них не получилось выиграть, я думаю, это, конечно, обидно, хорошо, что вот, например, ну, вот у нас, да, получилось с Вашингтона выиграть, вообще первый раз в истории для Вашингтона и для нас, это, конечно, круто было и для города, и потом у нас тоже и бейсбольная команда на следующий год выиграла, тоже там весь, весь город гулял, это тоже первый раз история не добились этой победы конечно это круто когда спорт сближает вообще людей город и грустно сейчас досмотреть там и на олимпиаду и вообще другие моменты когда политика влезает спорт это прям не хотелось бы это хоть сюда и говорят постоянные и раньше говорили но всегда это присутствовал и жалко спортсменов которые готовятся к этим победам да там олимпиады я не представляю ладно у нас там есть каждый год там до били соревнований все равно для них это понятно чемпионата мира чемпионата европы это все отлично но олимпиада это главный турнир они готовятся четыре года если там тебя зашу заслуживают либо еще что-то я не представляю их эмоции мне как бы обидно за спортсменов в общем потому что такого не должно быть не должно доходить такого из человек реально выше сильнее показал лучший результат он должен выиграть а не так что там какие-то доли сотые которые либо еще что-то там по времени либо по оценкам могут решить судьбу человека из-за то что кто-то вот обижен там на ту или другую страну про олимпиаду мы с тобой еще поговорим но хочется до конца добить вот эту тему за то что бесплатные игроки играют прикинь если бы в кхл отменили прямки как то думаешь ли у него бились дальше вы за трофеи или ну тогда пришлось бы зарплату добавлять я думаю так тяжело сказать на самом деле в россии просто уже по-другому это всегда это были премии да и ну ты скажи нет премии в сезоне до за игры раньше же у них были потом убрали других команд остались до других убрали тоже но тоже сначала как бы не понимали но в принципе привыкли как бы время лечит если не секрет за проход раунда в нхл сколько примерно премию без понятия не знаю вам не платили тот платили я не помню честно ну прямо не такая сумма что прямо назначимая даже не могу сказать вот даже приблизительно но если выиграешь кубок то нхл платит клубу еще да за то что что там он выиграл как-то так может быть я честно особо не тесался потому что там выигрыш трофей самый главный трофей дано по моему закупок далее чистыми по моему 100 тысяч долларов ну это как от нхл ну да что мы победили что-то по каждому игроку вот это был вот это я помню почему вообще ты принял решение поехать вот вчера был гурьян и он тоже уехал рано то есть он три года безвылазно там сидел в ахл и ты также вообще крутая история что ты прям пробивался с самых низов с этого ахл уже там и казалось бы 60 игр отыграл и все равно потом спустили туда то есть почему решил уехать туда они заматереть например здесь а потом поехать может быть ну не знаю на самом деле мечта мечта то есть она конечно было но все равно к ты туда едешь ты до конца не понимаешь куда ты едешь ты не не знаешь как чтобы чего будет там тебе могут там одно говорить агенты либо команда но все равно на его это может быть вообще по-другому принципе как это было со мной да я сначала приехал вообще закончить сезон два месяца отыграть ферши и потом только мой контракт начинался но все вот эти два месяца не я думаю самом деле помогли что я там побыл поэтому я думаю принципе меня и пораньше и вызвали с первого сезона автор что он локаутный был я уехать не мог только в январе я мог уехать в россии если был полный сезон а как воду не такой контракт был на меня было два сотрясения и я даже сезон начинал с команды с нхл потом вышел с формом у них вообще как полный сезон был но от меня были я играл потом сотрясение пауза потом вышел опять играть второе сотрясение потом на два месяца вообще но восстанавливался долго Ну и потом в конце сезона опять вышел, играл. Вот вызвали меня в НХЛ на 5 игр. Так, сыграл 5 игр и опять меня отправили. Ну там тренер он меня не любил. Он сначала фарм у нас начинал как раз. Он меня вообще не воспринимал. Не знаю почему. Потом он вот, третий сезон мой, он опять там, в Вашингтоне. И я прихожу. Он мне в лагерь говорит, ну ты вообще можешь себе там другую команду искать. Я говорю, сижу, ну ладно, хорошо. Ни за что, ничего, просто говорит. И все, я там звонил агенту, там где-то 2 месяца мы пытались что-то сделать, как-то чего-то. И у меня так получалось, что я играл 3 игры, допустим, в фан-клубе. А в понедельник я уже приезжал на тренировку с Вашингтоном. И я там 2 или 3 недели вообще без выходных был. Игры, тренировки, игры, тренировки. И чтобы ты понимал, что я в Хёрши, Вашингтон, постоянно за рулем, между женой просто в шоке были. Потом в один момент просто, ну я говорю, ну это хватит уже, ну это не смешно, это уже что смеяться. Это издевательство какое-то надо мной. Ну я как понял, тренер не хотел меня ставить, а генеральный менеджер как бы, ну не хотел меня там никуда отдавать, ничего. Ну и все, после того момента, как сказали, мы все, меня поставили играть. Я там отыграл 54-56 игр третьего сезона. И все, я подписал на 2 года контракт. Но тоже говорю, что постоянно непонятно. И потом после сезона мне тренер говорит, который мне там не ставил полтора года, говорит, что, ну извини, я был неправ. И типа ты, ну молодец, доказал. Ну, как бы, и в принципе до сих пор каждый год там приходит новый тренер. Мне уже 30 лет, да, мне все равно приходится доказывать каждому тренеру, что я состоятельный игрок. Не могу играть в Вашингтоне. Хотя в принципе, ну, другие в 20 лет уже ничего новым тренером не доказывают. Но как-то получается, что тренера приходят, и они меня не знают так углубленно, да. И когда уже начинают работы, да, там потихоньку-потихоньку познается, кто, что да как. Ну, вот тоже у нас в этом сезоне тоже были такие ситуации, что там то играют, то не играют. То еще там после карантина вот это, да, было, когда нас посадили на 10 дней, тоже тяжело было входить. А в третьей паре много игр играло. Потом наконец-то, ну, поставили нам место, где я в принципе и должен был быть. И доказал опять, можно сказать, что я состоятельный игрок, что я могу играть там. И в принципе опять в конце сезона мы поговорили с тренером, и все нормально у нас. Просто что, ну, незнакомы были, и не было какого-то такого определенного доверия. Плюс все равно приходит новый тренер, и ему уже нужен результат сразу. Все равно он же хочет доказывать. Ну, такие тоже недостаточно. Ну, тяжелое начало сезона было, но вторая половина я был доволен, как я играл, и тренера довольны были. Так что главное это сейчас сразу перенести на новый сезон, чтобы этого всего не было. И в принципе команда у нас так особо-то не поменялась. Особо никто не ушел, поэтому посмотрим, как будет. Я думаю, тяжелый сезон будет, потому что все равно отвыкли от 82 игр. Так как был этот сезон вообще последний полтора сезона, можно сказать, скомканный, непонятный. И вот сейчас надо будет тоже готовиться, настраиваться на долгий тяжелый сезон, плюс Олимпиада. Тоже пока мы ждем окончательного решения. Все равно его не было. Так только слухи вязает. Вроде поедут, то не поедут, сейчас опять поедут. Так что тоже ждем этого. Интересно, конечно, хотелось бы сесть на Олимпиаду, так как ни разу его не было еще. И посмотреть, как это вообще изнутри. И, конечно, хотелось бы и с болельщиками, потому что летняя Олимпиада была сейчас без болельщиков. И, конечно, хотелось бы, чтобы наша была с болельщиками привезти и родителей, и также и супругу, и сына. Тоже, чтобы они поварились в этой варке. Это, конечно, я думаю, такие крутые ощущения, как это все будет подготовлено. И также сходить тоже на другие виды спорта, посмотреть, как люди тоже справляются со своими нервами, со своими эмоциями. Потому что тоже готовились долгое время и ждали всего этого. У тебя Олимпиады, ты можешь войти в тройной клуб? Думаешь об этом? Ну, как бы, наверное, думаешь. Но пока на данный папе просто ход туда поехать и начать играть. А там уже по ситуации, по факту, если мы дойдем, конечно, до финала, конечно, если, наверное, выиграем, то поймешь, что ты в тройном клубе. Конечно, это было бы круто, и это достойно для своей карьеры. Наверное, можно потом сказать, когда ребята заканчивают, наверное, сказать, да, вот я в тройном клубе. Это круто, что ты выиграл главные награды в своей карьере. Команда в виде спорта – это почетно, зачетно, и можешь нагордиться и понимать, на что ты тратил свое здоровье. Перед подписанием, кстати, контракта говорили, что вот Орлов там в ЦСКА перейдет, потому что скоро Олимпиада. Это блеф. Ну, вряд ли бы ты пришел. То же самое, что с Капризом сейчас происходит, наверное. У нас были тогда разговоры с ЦСКА на Кубком мире. Перед Кубком мире 2016 год я был из контракта. И у меня… Я подписал после Кубка мира, мы проиграли канадцам в полфинале. Вот я сижу, мы сидим, обедаем с ребятами. Ну, мне звонит агент. Ну, что, какое решение? Едем в ЦСКА, либо в Вашингтоне остаемся. Ну, я там позвонил жене, родителям. Ну, все, услышал мнение всех. Все мне сказали, мы тебя все поддержим. Примерно так и было. Мы в любом случае тебя поддержим. Я такой сел, вздохнул, сделал глоток пива. Долго, долго, сейчас сказать-то. Да, и решил, что останемся на Гет Вашингтоне. Но мне Вашингтон обещал, что дадут играть. В принципе, они все пожелания и обещания выполнили на тот год. И после этого года я подписал шестилетний контракт. И мы выиграли Кубку в Станбле. Так что все сложилось правильно. Все было не зря. Все было не зря. И все хорошо, что так сложилось. Ладно, давай проведем небольшой сейчас блиц и продолжим. Это, короче, короткие вопросы. А ты, если есть что развить, развиваешь. Хара или Нисканин? Нисканин. Второй Стэнли или золото Олимпиады? Олимпиада. Знарок или Брагин? Оба. Не, ну просто это два таких тренера близких для меня. И я хорошо к ним отношусь, поэтому некорректно тут выбирать. Ладно. Сергей Николаев или Барри Тротт? Тротт. Николаев. Панарин или Айкел? Панарин. Кейн или Олсен? Кейн. Мороженое или шоколад? И то, и другое. А вот вопросик-то, да? Вчера было мороженое. Забить сотый гол в НХЛ или отдать передачу Овечкину на 895-й гол, когда он побьет рекорд грецкий, потому что у грецких 894? Пас. Горный Алтай или Гранд Каньон? На Гранд Каньоне я был, на Алтае я тоже был. Но хотелось бы еще раз на Алтае сидеть. Пятерка мечты от Дмитрия Орлова. Можно выбирать, без разницы, хоть Харламов, хоть Берески, вообще любых времен. Все игроки? Нет, просто тут тяжело, когда всех игроков начинаешь сразу вспоминать. Наверное, скажу так. Так, давайте Мартин Брадуар. Угу. По защитникам. Рэй Бург. Брайан Лич. Наверное, грецкий. Айзерман. И... Макдэвид. Макдэвид. Территория. И большая линка, которую Луи mentioned, is out there. И вот Макдэвид scores! Ответ, время для Оилерсов. Молодой, даровая. Нормально, нормально. Макдэвид, тяжело против него рубиться? Ну да, он очень хорошая техника катания, быстротонок. Поэтому очень тяжело. Тем более, сейчас он еще так мясом объелся. Если в первые годы он так, еще был все равно мальчиком. Какой-то ключицу еще сломал. Да, да. Сейчас видно, что он обматерил прямо. И видно, что стал сильнее, мощнее. Даже когда вылазит, кто-то пытается там... Раньше могли как-то передавить, а сейчас он за скоростью, за силой видно, что он уже может продавить. Поэтому он сильно-сильно добавил. И очень, конечно, молодец. Хороший игрок. Теперь эту машину вообще не остановить. Из-за чего Дима Орлов сменил агента перед драфтом НХЛ? Такая информация интересная. Ну, потому что в прошлый агент вообще ничего особо не делал. Кто у тебя был? Я не буду говорить. А с Марком Гандлером мы познакомились как раз перед драфтом на Чемпионате мира венеорском. Не Дэн у тебя был? Не Дэн? Нет, не Дэн, мне кажется, еще агентом не было. Сколько Дэн работает агентом? Да не, мне кажется, был уже. Ну, не буду ничего. Ну, окей, окей. Да, и с Марком как раз я познакомился в НХЛ 5-м мире. Фарго мы тогда играли, Серебро мы тогда заняли. Вот я тогда познакомился с Марком Гандлером и Тодд Даймонд, это вот два моих агента. Они вот до этого работают. И познакомились, и он прилетел мне в Новокузнецк. Пообщались. Это мой предыдущий агент, но Кузнец ни разу не приезжал ко мне. Ну, даже какие-то, знаешь, мелочи, вроде они простые. Да, да, да. Незаметные. Ну и все. И поэтому до сих пор работаем с Марком в отличных отношениях, в дружеских отношениях. И очень сильно он мне помогал во время травмы, когда я год не играл. Что не бросил, не забыл. Хотя, в принципе, ну, звонил часто, очень помогал. И сотрясение, когда у меня были, тоже постоянно звонил. Он на связи был, помогал. Как бы все равно, это агент тоже, он как член семьи, друг. Понятно, что мы платим деньги, но все равно какие-то человеческие отношения должны оставаться. Поэтому я ему благодарен, и до сих пор мы, говорю, с ним на связи, общаемся и видимся. Поэтому я не жалею, что я поменял агента. Хотя мне, даже когда у нас был драфт, тесты перед драфтами, ну, ты же общаешься с командами, ходишь, и там некоторые команды задавали. Почему ты, типа, агента поменял? Ты понимаешь, что, типа, это может тебе помешать? Я говорю, да, ну, поменял, это мое решение. Поэтому зачем меня об этом спрашивать и говорить? Ну, видно, тот агент, наверное, какие-то имел рычаги, либо общение с теми командами, раз они спрашивали. Ну, да, там, поэтому, ну, тоже, и, в принципе, был этот человек мой, прошел этот опыт, забыли, да, спасибо. Было что-то хорошее, было что-то плохое. Двигаемся дальше. Кстати, как тебе придрафтывали эти тесты? Там говорят, самая жесть, это на велосипеде на этом с маской выкручивать. Ну, да, тяжело, там есть быстрый, и есть долгий, который. Но еще есть в Нью-Джерси отдельный тест. Ты прям езжаешь в команде в Нью-Джерси, это отдельный тест они берут сюда, Нью-Джерси, это беговая дорожка тоже, там тоже неприятно. А ты приезжаешь, там тебе платят, там, что-то, какую-то сумму денег, 50 долларов или 100 долларов. Ну, это чисто они для себя смотрят. У них почему-то вот есть они, не знаю, до сих пор он остался, нет, но это был всегда, типа, у Нью-Джерси давился отдельный тест. В один день ты приезжаешь и просто на беговой дорожке бежишь. Бежишь, потом она поднимается и скорость добавляется. Ну, просто вот так градус поднимается. Да, да, да. Получается, ты просто бежишь по дорожке, добавляется градус, и типа, чем выше поднимется, чем больше времени ты пробежишь? Ну, да, там по времени тоже. Ну, она постепенно, там она потихоньку поднимается, на каждый, там, по-моему, на градус или на 2, я там точно уже не помню. Чего, сколько ты пробежал? Не помню, ну, по-моему, минут 10-12. А самая жесть, это велик, говорят, что там вообще просто... Ну, велик, да, неприятный он. Ну, как бы я крутил, наверное, в своем темпе. Может, ребята, которые больше дано, они сильнее крутят. В своем темпе ты, который в Новокузнецке присеечешь, тогда в первый год и... Или нет? Ну, нет, ну, я, наверное, как бы все равно, они же там нагрузку-то дают, ты все равно же крутишь, ты же должен держать эти определенную нагрузку, там, терпеть. Ну, у меня не было там какого-то рвотного рефлекса, как у некоторых ребят, знаешь, там выходят. У меня, в принципе, за всю мою карьеру, сколько я тренировался, как меня там не мучили, у меня не было такого, чтобы у меня был рвотный рефлекс. Некоторые прямо выходят, там показывают, ну, я даже видел видео, там, они сразу к бачку бегут, там, обниматься, либо с туалетом. У меня такого не было. Прикольно. Слушай, а ты, ты же был в лагере новичков в Вашингтон? Да, два раза, по-моему, или три раза. Я не знаю, вот правда это или ложь, опять же, но я слышал такую штуку, что в Филадельфию приезжали, морские котики приезжали в лагере этих новичков, и они, типа, им давали свои тесты, которые проходят морские котики, типа, там, ледяная ванна, куда-то засовывают в бочку, и ты сидишь во льду. У нас такого не было, слабо уже. Нет, серьезно, я не знаю, просто опять, ну, мне рассказывали, как бы, я знаю эту фишку, что там все новички, там, команды, там, по этому озеру, по кому-то там шастали, типа, знаешь, как у бойцов, там, не знаю, там, вертолет летит, ну, такая штука. Нет, ну, может быть такое или нет? Честно, не знаю, я первый раз слышу. У нас единственное было, что в конце сборов нас на пейнтбол загнали, пейнтбол мы поиграли. Ну, это так больше побаловаться. А так, чтобы прям какие-то там серьезные-серьезные. Ну, говорят, там вообще жесть была, прям просто месил. Ну, может, всякая, может быть, владелец, либо там тренер может быть помешан на какой-то теме, и поэтому, может быть. То есть там чувак расскажет, говорит, мы приехали, мы просто в шоке, там, людей вот так вот засовывают в эту ванну, и ты должен как можно дольше просидеть в ледяной прям, в ледяной, в ледяной воде. И он сидит там чуть ли не до посинения, ну, то есть такая прям, и мне было интересно, может, что-то было такое? Не, не, у нас такого все спокойно было. У нас тренировки обычные, зал, там тесты и на льду. Что тебе дала школа АХЛ? Задор говорит, что там лучше не задерживаться. Я не сказал бы, что это прям такая прям плохая лига. Да, есть города плохие, ну, в принципе, как и в любой стране. Да, есть стадионы плохие, но мне повезло то, что когда я туда приехал, там было много взрослых еще игроков. Сейчас лига тоже там омолодилась, но тогда были взрослые игроки, и в принципе, достаточно нормально было играть. Ферше вообще одна из самых умных взрослых команд была, когда я приехал. И я не видел каких-то там проблем. Да, в Ферше, конечно, скучно, делать нечего. Но сам уровень игры, ну, на тот момент, когда я играл, я думаю, нормально еще было. Что после России мне не было легко. Что мне было тяжело. Что и уровень игроков был хороший. И скорости. Ну, скорости, ладно, это было из-за площадок все равно. А так, что я еще поиграл в нормальной лиге. Сейчас, я думаю, все равно чуть другая лига стала. Более молодая. Сейчас и молодежь-то, в принципе, другая вся. Поэтому, не знаю, там, ну, что за дорого говорить. Поэтому, по своему опыту, сужу, что, в принципе, я нормальной лиги был. Не ожидал. Не ожидал. Все обычно, ну, как-то, не знаю, там, знаешь, по-другому. Ну, там жестко, жесткий хоккей. Нет, там жесткий хоккей, там жесткое расписание, когда ты три игры подряд играешь. Ты выходишь на третью игру, там, тебя вообще не понимаешь, где ты находишься. И, там, не до игры особо. Да, это тяжело, конечно. Я тоже, когда первый раз приехал, я за 9 дней 7 игр сыграл. Это тоже, конечно, не кайф. Просто, если брать уровень хоккей, то я бы не сказал, что там все плохо. Да, там есть древолазы, которые там могут подраться, но со мной там никто не будет драться, потому что я не нужен. Да, кто-то мог мне силовой прием провести, но, в принципе, так же и венхэлт я могу голову отрубить и так же и подраться с тобой. Просто где-то там больше работяг и где-то больше, меньше мастерства. И, там, тяжелее играть из-за переездов на автобусах и тяжелее играть из-за уровня мастерства, потому что, когда ты в хайл приходишь, там тебе проще с людьми играть, потому что они могут пас лучше отдать. И все, что ты читай эту игру лучше, там этого меньше, поэтому тебе тяжелее. Я думаю, качество игры подупало из-за того, что возраст. Ну, я не видел, я просто, мне так кажется. То, что, когда я тогда пришел в игру, у нас было, ну, ферш-коману, там многие потом в КХЛ играли. В каждом клубе есть чувак, лайфхакер какой-нибудь, который, там, у него есть особые приметы, там, какие-нибудь лайфхаки, приемы. Например, ну, то, что я тебе рассказывал, про там, из-за того, рассказывал там про Кейта, про всю вот эту тему. Кто такой в Вашингтоне или нет такого у вас? Ну, в Кузе у нас очень часто меняют клюшки, перья, разные клюшки, пробуют, выходят. Ну, ему нравится, как-то у него есть своя приколюха. Вот он взял другую клюшку, играет ей, катается там с другим пером, с другим загибом, как, в принципе, это не каждый игрок себе такое может позволить. А вот он, ну, может, получается, у него ленты там всякие разные перематывали. Ну, еще вот так вот что-то кого-то вспомнить, прям такого... Какие-то ритуалы, может быть? Да, я думаю, ритуалы у всех есть. Ритуалы у всех. Ну, у нас, если, наверное, видел, это постоянно в раздевалке там орут перед льдом, перед разминкой. Кто-то там кому-то побить, там то по яйцам ударить, то по голове еще интересный. У нас в этом плане команда такая оживленная. Любят они там повеселиться, покричать, как-то взбодриться. О-о-о! О-о-о! в этом году вообще смешно доходило то что у нас раздевалки были у нас одна общая раздевалка это ну вот на лед переодеваемся хоккейной формы там же всех рассадили типа этом сколько полтора метра или там метр нельзя там поставили такие стеклянные ограды между сиденьями и так сидишь как это в аквариуме значит через стекло вот мы с тобой настоял бы с тобой это было огромное раздевалки и вот так мы с тобой общались типа надо в маске сидеть потом еще носки там лампы специальные повешали которые типа убирают такие микробы другая команда вообще сидел где там телевизор у нас там тоже садили шкафчики поставили на выйти конечно не так было но вот типа на домашних играх носу так было что такое аквариум ты сидишь вот так и думаешь когда это все закончится доходило до таких конечно глупых моментов и понятно что хотят как-то остановить это до заражение все ног до каких-то моментов это доходило такого смешного что это просто уже надоедало тут ну лига сделала правило и все должны этим правилам следовать поэтому выбора нас особо не было можно рассуждать обсуждать но они так решили так делали поэтому также и каждый день мы тесты сдавали те есть или даже выходной день а в день игре вообще у нас было два ну там одно и то же просто у тебя два берут сноса мазка один типа быстрый ногой дольше делается в итоге ритуал может быть уж там чем необычно делает ну не знаю у вас есть по-любому кончу а который там ну оши да тоже он такой на самом деле у него много там с этих ритуалов там он и на льду постоянно там шайбочку любит пожонглировать с вилсоном они там играется хлопают другую клюшками ну кого-то есть деревянный шарик любит проводиться перед как разминка ручки разуме да это но там футбол играют ребят но и думает в принципе того у всех футбол кто-то там на массаж ходит тот ничего не делать просить эрик обычно вторые воротари вас но носу ковыряется ничего не делаю он так и так чё там я сегодня второй но у нас это было самсоном когда он не играет там броски одни сначала бросать первому зарю который играет а потом 2 выходит но и вот мы это всегда там игра между собой там чем на что-нибудь обычно просто друга душили материли душили что типа ты вообще слабый там в таком роде потом мы что-то под конец сезона думаю давайте они придумаем решили придумать кубок какой-то думали сначала самовар с мари ванны там с реставрая на русского взять либо еще отчет статуэтку какую-то так мы не пришли к этому потом думали на ящик пиво играть тоже не пришли к этому цвету но так как постоянно играли на этом в этом сезоне продолжим надо уже реально чуть придумать кубок такой как возить небольшой перевоза перевозить чтобы в команду в поездку у тебя какие ритуалы как ты готовишься к играм твоя рутина ежедневная что делаешь но я обычно спокойный стараюсь не распыляться но со временем я поменялся раньше вообще мог там не разговаривать сейчас как-то проще к этому слезе вообще на нет но просто там на ответить можешь там но вообще минимум всего сейчас как бы стараясь равно проще к этому относиться и вообще стараюсь что-то каждый год убирать чтобы не ходить постоянно не думайте что я делал вчера или позавчера бывает такие загоны страну спортсменов и покойный раскат когда там прошел потянулся либо там какой-то массаж потом домой обед поспать обязательно и уже на игру спокойно едешь не обязательно кофеек шоколадочка это вязать это обязательно не у нас там есть протеиновые шоколадки это вот у меня обязательно кофеек шоколадочка перед игрой потому что я принципе обедаю немного но и потом ничего не ем и во время игры я кстати стал последние два года я стал перекус какой-то делать либо там банан либо апельсин тогда этого раньше вообще ничего но вот шоколадочка с кофе это у меня самая любимая классика на самом-то говорит и горячо как его сейчас мы самое любимое время перед игрой это кофеек шоколадка перед собранием но какие-то там не знаю особый плейлист особая дорога конек справа я кстати но был как-то время что музыку когда я старался одну и ту же включать потом нет я просто телефоне включая и рендом ставлю музыку и она просто мне играть мне нравится я переключил дорога тоже там принципе нас одна там выезжаешь по 66 платной дороге едешь потом красно ты доезжаешь до моста вашингтоновской заезжаешь на мост и по конститюшн там плохо если что пробка либо какие-нибудь на этой конститюшн это караса где монумент стоит белый дом этот эта улица вся найдет там просто бывает много туристических автобусов бывает пробки иногда можно надо надо как-нибудь объехать там просто чуть по другой дороге но занимает может быть так же время просто там просто ели светофоры тут тоже светофор но она просто прямая идет дорога еще пока если президент летит все они ставят сразу машины как раз вертолет прилетает белому дому летит и лететь нельзя уехать нельзя ты можешь застрять так лично либо танки протесты тоже возле этого монумента который карандаш такой большой монумент напротив белого дома там тоже бывает что-нибудь в этом году то все же дурдом был мы как-то поехали возле капитолия там тоже проехаться посмотреть там же все огородили но вот когда в капитолии там забрались люди это там вообще жизнь была и все и там все оградили все ограды там нельзя ходить с автоматами стоят там вообще ужас такой и так пандемии ты народу нет а тут еще с автоматами состоят все боятся и все потом как раз мы уже по моему уехали на чемпионат мира и там как раз тоже случилось как раз вроде начали ослабление делать и там какой-то чувак в мента врезался тоже там нас сбила его тоже это хлопнули тоже этого который за рулем был дурдом какой-то люди с ума кэш ходит к сожалению у вас кстати с прошлого сезона пошла фишка лучший игрок получает налобную какую-то повязку голая на это с кино или сериал был про каратистов и вот там один был типа черная повязка это по-моему как он был хорошо за оборонялся а белый был типа атакующий него тренер типа ну когда думал все рассказывал историю перед как вручать вот я думал что там сделать какую-то вручение лучшим игрокам ну вот я вспомнил об этом и вот решил так сделать по ну и вот белая типа такую чему черная оборонительного плана ну вот мы в команде давали прикольно ну да но на самом деле каждый год что-то какая-то приколюха новый тренеров и есть и самом деле такая ну весело когда тренера подходит с чем-то интересным и там тоже плов какие-то на майки прикольные дела да там у нас делали иногда не раз было слово вместе да together и все игроки которых с разных стран и но сделали например швед вот по-английски по-русски по-шведски там по-чешки по-немецки вот это слово ответа нам только с переводом было и так на всех майках было написано эти потом смирили капитал со сзади уже слова на разных языках на это все один раз было поехали мы тоже на какую-то армейскую базу вашингтоном ну там показали нам все места какие там у них есть день там учиться где что-то еще они делают мне потом сели в автобус принесили два ящика с пивом и также пиво было с разных стран ну кто в команде есть каких стран то и пиво было там было и балтика было этому немецкая и чешская американская тоже так прикольно тренера подошли с таким подходом как все на военной базе на этой на самом деле интересно было как бы это тоже вот ну тогда это было при троте интересно было тоже какие-то момент на показ по-моему еще мы на либо на цру или на сбегаем и ходили тоже интересно было как у меня вот эти два момента все вместе как-то смешалось четко не помню 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 что мы как-то один раз на какой-то самолет заходили учебный что-то там смотрели потом помню собака обучает когда одеваешь такую куртку здоровую толстую да да и овчатка кидается у нас даже команде кто-то это делал но деле да тоже ну как с подстраховкой прям горит собака так это впитываю ну вкусу и там играть но чувствуешь что не доходит но хватка горит вообще огонь горит мне отпускаем да 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 я грех не пошел еще что запомнилось просто интересно на этих в байт и фбр это же вообще прикол я вот не помню либо фбр либо цру потому что мы какая из них я вот не помню либо мы на бег были базах я уже кредит это мне прям плохо все это в одно в одно смешалось то что вот одной на военной базе были и у нас как раз тоже вот на военной базе было и потом мы играли игру с торонто как раз на улице это тоже там юсэй неви по моему кольгу институт там колледж там они учатся и там футбольная арена и вот мы там на улице сторон ты играли как раз год кубка когда мы выиграли помню 2018 тоже прикольная граба отказа первая игра на 2 я был на но я не играл травмирована была вот эту игру я играл мы все-таки садимся на лавку на такая лавка с подогревом на улице холодно но был леткая шикарный такое на таком люченька не катался просто был прям ты от катишь и тебе легко обычно там нашим мягкий крошится тут вот ты прямо толкаешься у тебя толчок шайба как едет бросаешься кажется сильная на бросишь и наказать там умирали все таки поэтому ну как бы молодцы тогда подготовили правда родители с женой замерзли всем вообще очень холодно было но нам было прикольно ты выступал на двух юниорских чемпионатах мира один вы проиграли 08 канаде а второй 05 американцам финале и если например посмотреть на составы этих команд то там можно увидеть внука экс-губернатора челябинск на тот момент много блата было сборных я скажу так по 90 году скорее сюда пойдет первому нет как как носились вообще к блатным на тот момент просто сейчас уже как-то все равно дедовщина сходят вот эти мужики уходят которые там могли под душу чат как-то мне кажется проще тут все идет на омоложение а вот раньше и блатных ты на душ или как-то по-другому в коллективе этим относились к я кстати сказал что тогда как-то это мне кажется парни нормальные были в то время как то вот не было такого прям и были может быть какие-то такие прям неприятные не воспитанные а вот ну в том же вот не было таких проблем на ребят нормально все были адекватные вы же понимали что если чувак там блатной приходит то вы из него там могли проиграть то что-то у конец ответственно момент но такого не было там особо если что-то было то как бы не не играл в ответственные моменты не пускай ну да 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 нет такого чтобы как бы кашля удивился на то время что такое может быть сборной но был один человек бывает финале же мы играли мышка над выиграли в группе финале проиграли в казани когда это было и я вот но на этом в америке когда по своему году он проиграл американцы нас к штамм чуть под заслуживали фарга мы играли только раз с агентами я познакомился до нас на хорош команда была жалко серебро 2 подряд года серебро у тебя три бронзы чемпионата мира два серебра юниорского чемпионата мира что что приятнее выиграть в бронзу в матче за третье точнее что неприятнее бронзу или вот вы проиграть финале что для тебя лучше лучше да на самом деле так тяжело ответить конечно всегда охота выиграть последний матч как у меня просто спрашивали и я как-то думал ну обидно конечно не парать а тут-то вроде бронзу выигрывал хотя про идея серебро то лучше брону но наверное лучше бронзу выиграть ты все-таки закончишь турнир на какой-то позитивной ноте но тот я говорю тут камня двух концах вроде ты финал не вышел да ну да да а тут ну вроде ты последний матч вышел не знаю главная медаль есть известно что перед молодежным чемпионатом мира у тебя и трассенко брагин спрашивать по панари набрать или нет но об этом писали как-то и вот такие добрать что на тот момент в панаре привлекал нам общались перспективку то видели мы хорошо вместе общались у нас какая-то такая варка была вместе постоянно варились постоянно общались поэтому и как друзья сухов в рада брата ну да да так получилось что мы замолвали словечко за него и он стрельнул финале до сих пор стреляет на кубке мира тогда в шестнадцатом году вы играли против этой просто монструозной канады где играли просто звери как считаешь на олимпиаде если все же сложится и он хел действительно поедут как есть у шансы обыграть потому что там ну реально уже как бы люди выросли там уже и макдэвид и все игра покажет на самом деле посмотрим зависимости какая будет система как мы подойдем к игре в какой форме с каким настроем будет ли удача будут ли судьи нормально судить будем ли сами мы играть друг за друга понятно что у них все есть для победы не хорош команда и принципе они на листе у них может собрать три таких у нас одну соберусь это будет конечно хорошая команда у нас сто процентов хорошее нападение хорошая вратарская линия да но у нас есть и защита но если нападение не будет помогать защите тяжело будет поэтому зависит все равно тоже от системы очень много тем более на маленькой площадке как мы будем играть как выполнять установку как мы будем общаться на льду помогать я думаю все это взаимосвязано это что-то одно не сложится значит не видать нам победы против и в какой хоккей надо играть по твоему мнению вот чисто по твоему то есть мы сейчас не берем там до никого чисто с димой орловым разговариваем нужно играть против канады чтобы выиграть хорошо разобрать их не игру что они делают и по возможности не давать им играть шайбы не допускать ошибок глупых и играть самоотверженно но самое главное это конечно собрание просмотреть все проанализировать все моменты что они делают что где наши ошибки что они будут делать против нас пытаться допускать чтобы мы допускали ошибки потому что в принципе все примерные системы они одинаковые все их знает конечно когда в зоне атаки уже идет игра это уже больше импровизация мастерство техника но когда ты проходишь какой-то момент если один игрок выпал то значит система рушится этого надо не допускать надо стараться всегда чтобы это была система чтобы команде было тяжело зайти в зону также когда-то идет отбор шайбы чтобы игроки быстро накрывали чтобы и них не было времени понятно что если устал то лучше и меня есть и тогда уже там от говорится там ну уже станем в красную зону в среднюю зону на красной линии да и дождемся когда они приедут либо если есть возможность активно лучше идти активно все равно любой игрок ошибается никто идеально не играет и когда если игрока прессингует его бьют на нем висят постоянно чувствует на спине сбоку игрока это нервирует поэтому от этого уже психология начнет запускать ошибки поэтому много разных моментов как тренеру нужно объяснить игрокам и как игрокам нужно понять игру поэтому очень много всего дмитрий орлов с вами был дмитрий орлов главный тренер сборной россии ты классно делаешь медлицу прием но он довольно таки рискованный потому что можно как бы и на 2 уехать если чуть-чуть там ниже посядешь что будет подножка как ты учился его делать потому что кто-то рассказывает там что за счет хоккейного айкью нужно прочитать ситуацию создать такой момент как бы все рассчитать чтобы вовремя это сделать я как у меня получилось это в детстве первый раз и получилось это достаточно случайно в том плане что ты откатываешься ну как у меня происходит допустим силой прием как я его делаю как я что я предвижу да допустим если игру катится стороны я ему принципе даю возможность показывать своим телом что даю ему поверить что он туда пройдет и показывает им всем телом что может шайбу сюда прокинуть но тут главное не переждать и не опоздать как раз ты потому что ты делаешь этот риск что если ты вроде как бы держишь это напряжение свое тело только ты вот увидишь что все он пошел все начнем твой но бывает что он чуть-чуть бывает пережидает игрок тоже и тогда ты уже как бы начинаешь думать про другой момент и в этот момент у тебя может и подпустить то главное чтобы если ты это делаешь движение ждешь до последнего но тогда у тебя должен быть второй выход что если он туда не пошел тогда ты просто его загоняешь порт допустим чтобы ты ему в середину ну допустим этот стюшей нам да мы хит я ему дал поверить что в центр он меня обыграет что он меня прокинет спокойно потому что я уже развернулся что я повернул свое тело я не откатывался просто что как бы я чуть-чуть тело дал что он мне либо по тлюшку либо между ног может подпустить как бы я его туда заманил направил поэтому так получилось но если бы он показал влево и вправо сразу то все меня бы не было он вышел 0 поэтому говорю что здесь очень такая грань маленькая и можно про промахнуться и тебе забьют гол и посадят или воду ты просто будешь выглядеть дураком слушай еще вопрос вот хотел спросить задор рассказывал о том что он получил от своего контракта за исключением escrow и всей остальной фигни 25 процентов в вашингтоне этот процент больше именно 20 процентов он получил зарплаты или 25 процентов забрал налог нет 25 процентов он получил зарплаты да то есть все остальное там на это на то на искру ну да достаточно очень много уходит но это вообще прям как-то не очень при увидишь с кровь налог поэтому но и ты затратишь и деньги там на квартиру либо там за дом ты плачешь достаточно большие суммы и зависимости тоже от какого в каком то штате играешь в каком-то городе же живешь это тоже немаловажно сколько ты тратишь на жилье потому что большой город сразу дороже недвижимость меньше город меньше поэтому ну и по твоему уровню тоже жизни как ты хочешь жить либо там ты шикуешь либо ты живешь попроще это тоже ты должен корректировать как ты хочешь куда ты хочешь тратить деньги чего ты хочешь в будущем видеть про срать все или откладывать деньги да и тратить их с умом поэтому у каждого по своим каждого своя жизнь но то что там налоги большие да это есть и конечно флорида в этом плане самый удобный да там сам маленький налоги вегасе вообще по-моему штатного налога нету поэтому ну тут тоже ты же не можешь постоянно выбирать свою команду где ты хочешь играть о я поеду сюда потому что здесь надо налоги платить либо это поэтому что есть то есть такие законы такие правила в канаде тоже самые большие наверно ноги которые ты платишь поэтому поэтому надо людям возможные подписывать там большие контракты да потому что знает что там ну дают такую возможность да чтобы узнать большой налог и много денег отдаешь на дом к этому все привыкает все равно ты играешь лучше лиги мира тебе надо сборы проходить тебе не надо на базе жить есть свои плюсы за победу в чемпионате мира тебя наградили вас наградили орденом почета и у тебя есть 50 процентов скидка на коммуналку и бесплатный проезд в общественном транспорте ты пользуешься этими льготами да нет на самом деле но то что орден это приятно чё скидочка не пользуешься на коммуналку почему я даже не знаю что она есть я тебе видел как открылся а ты сидел платил может разовая акция слушай да нет вроде говорят что реально есть что для тебя значит орден почета ну просто то что заслуги какие-то мы достигли чего-то для страны страна выиграли чемпионат мира да и определенные регалии которые даются за что-то за вклад какой-то и поэтому они у меня все сохранены дома лежат и вот я сейчас ну кузнецкий они его родители жали я смотрел их ну приятно видеть что есть какие-то корочки и ордена и то что заслуженный мастер спорта это приятно все равно и не хотелось чтобы их как-то обесценивали наверное нашей стране видос в инстаграме ремейк на один дом который ты снимал вообще мне очень нравится когда хоккеисты классно ведут свою инсту например как видел сергач с ребятами стампы они снимали этот на утят да там где стм к скилл они все выезжали ну прикольно да не молодцы на самом деле что такое придумали тоже у тебя тоже кайфовая все пародия на день дома я заценил прям откуда пришла идея кто подсказали сам не не сам это коля человек которым я работаю да он в принципе как раз то был карантин как раз мы только прилетели в америку начали с ним работать красно чтобы развивать инстаграм потому что в принципе ты это сам понимаешь иногда но иногда самому это тяжело сделать следить за этим постоянно все равно надо какое-то время уделять этому поэтому вот мы решили вместе работать и это вот его была идея поначалу я к искал ну не знаю для меня это было тяжело все сделать и я еще был как раз один ну ну получилось и я снял и так посмеялся принципе да и я тоже посмеялся супруге потом послал она тоже сказал что нормально зачет можно вставлять и тогда на самом деле в команде ребят тоже обсуждали тоже понравилось и я на самом деле так удивился что не бог какого-то плохого мнения либо там какой-то критики все как-то одобрили и хорошо что так сложилось и на самом деле да наверное возможно таких больше моментов надо делать вообще в спорте и спортсменам и людям обычным это интересно идти фанатам тоже которые знают спортсменов с одной стороны а тут люди показать какую-то другую сторону с юмором и чем больше это будет развиваться я думаю принципе это уже развивается в многих аспектах да и много всяких разных программ поэтому это айти растет дайте всякие программы интернет это просто люди жить не могут без телефона сейчас я как-то сидел помню телефон отдал на ремонт и сидел в кафе где мой телефон потом сидел и так просто смотрел на людей просто и было ну тоже как-то немного забыться да об этом телефонном мире и конечно тоже иногда интересно у нас было тоже как-то нас миша гробовский играл в команде в вашингтоне и мы сидели за ужином и такие сидим в четвером грим ну давайте без телефонов посидим кто первый телефон возьмет и тот платит за ужин и мы так кайфово посидели мы болтали прям постоянно без муки ты истории там выпивали расслаблялись прям так кайфанули думаю вот как бы все равно тоже надо ценить это время без телефонов без всего и когда просто посидеть душевно пообщаться как это было раньше да давно и давно это тоже нужно помнить потому что сейчас молодежь вообще вся в гаджетах и это тоже конечно на самом деле грустно не хотелось бы чтобы вся жизнь пропадала только в одном телефоне все равно нужно на общение нужно делиться опытом и общаться поэтому прививать на нашим детям все равно надо меньше времени с телефонами с айпадами со всеми этими пусть больше и лучше как мы росли надо где-то гуляли на улице и бегали друг за другом играли в какие-то игры постоянно и все равно жизнь она одна и все равно нужно краски видеть не на телефоне окраски и в жизни еще это дополнительно монетизация сергач рассказывал что десятку как бы пост может стоить у игрока in hell в инстаграме ты уже делал какую-то рекламу нет кому-то нет ни разу ничего такого не делал вот так в инстаграм иногда что-то прилетает но как-то это особо не монетизируешь да пока нет такого как если бы был более официальный запрос как-то вышли что-то спросили поговорили а так написать не доверяя ну в директ просто пишут ну да 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 такого пара дима открылась прорекламируй ну же корешами с района забыл что да да вот такого плана в принципе все уже финал подходим к финалу ты устал не нормально нормально плей-офф чемпионский вы начинали с 02 в серии с коламбасом что поменяли перед третьей игрой ничего просто типа нормально повещать все да нет все понимали переживали что 20 грустно что ну с ребятами сейчас чего походу это сборной опять полетим на чемпионат мира русских ребят ну накатную игру и выходишь все равно вот эти все мысли они уходят адреналин ты стараешься борешься и стараешься играть на победу а там уже как она будет в принципе мы эту игру то выиграли 3 в третьем овертайме забили они я думаю все серебра предрешено было я не думаю что мы смогли 0 3 отыграться поэтому какую-то зацепились за эту маленькую жизнь до 21 серии потом принципе мы не дали шансов коламбасу я думаю прямо очень хорошо играли и как-то у нас пошла уверенность и холби у нас хорошо играл уже первый до игрек раз не играл так как он концовку сезона не очень заканчивал поэтому поставили грубо ура но потом он прям всю серию конечно отыграл с коламбасом да и вообще весь плов я думаю по большая конечно заслуга его в нашей победе в кубке потому что он был невероятен прям ну реально была уверенность когда он стоял прям за ним вообще не было ошибок 7 июня восемнадцатого года пятый матч 0,6 до конца тебя не было на поле ты был же на скамейке вот просто когда ты понимаешь что там шесть десятых тебя отделяют от того что твое имя окажется на кубке стэнли и ты просто вписываешь ну вы вписываете себя в эту историю вот о чем-то сидела думал типа быстрее бы время прошло или там не знаю флешбеки какие-то е-мое то мне осталось карлсон прям помню там держал за плечо и у меня уже чуть одна нога не было перекинута на лед там как раз просто был я уже хотел уже хотел бежать радоваться он говорит дед стой я такой стою ну и уже смысл сбрасывание все и когда уже происходит бросок там орпик заблокировал все сирена и все и уже тогда я бежал я уже там смотрю фотографии когда там из ворота сшибли я даже там не помню как мы там чего прыгали радовались я вообще этого не помню помню что вот когда стояли ждали кубок когда вот ваш взял кубок потом поехали всем потом поехали есть но ездили к сек сектору где но наши родные сидели так как бы такими пространствами самое самое прикольное это вот реально у нас есть диски видео нам их записывали далее когда в раздевалке когда мы находимся в раздевалке одной командой самые нереальные ощущения конечно на льду все родные это тоже это это одно это одна история до этого праздновать а вот именно в раздевалке когда вот это шампанское рекой льется там вот стоком и раздевалку затопили столько было на полу серьезно да мы прямо и угробили все и там вот это видео как кто-то каждый заходит в раздевалку там что-то выкрикивает кричит там эмоции потом это вот эта варка это все начинается там но это прямо нереальные ощущения когда вот это все речи это там музыка там же еще каждый ну например каждый серия плохо обычно все команды какой-то приколюху тоже придумывать там с шайбами там они собирают шайбы либо там наклейки какие-то у нас тоже был такой плакат прикольный и там плакат получается первую игру выиграешь снимаешь одну картинку потом вторую игру и так пошел как бы первый раунд второй третий четвертый раунд у нас прикольная идея ну тренеров они сделали первые три картинки там получается ну худая такая девушка в бикини на 4 там будет лицо прикольные фотографии были там все смеялись и ну слава богу мы все увидели эти лица на до сих пор фотографии есть конечно это ну круто это поймите команды да конечно останется но все равно это то тигры эмоции там и в душ ходили ребята с этим кубком и на нас тоже такая ты но интересно когда кубок вывели все я уж перейдется в автобус сидел там сижу праздную и мне звонок тарасенко володе пропущены ну и все я увидел но мы снимать хорошо дружим я ему звоню призванию он такой о ничего себе звезды позвонили перезвонил не забыл друг это я попросил большой волос все такое на следующий год он выиграет кубок я думаю я позвонил мне тоже ответил тоже поговорили в сделке вы как раз праздновал но это так и ну чё 11 давай посмотрим кто кто выйдет вперед следующий раз но и как бы тоже это есть такие моменты когда цены знаешь когда зну дружи с кем туда есть кто-то ну там либо завидует да но есть друзья которые прямо ты искренне радуется и которые звонят пишут и такая что же дорогого стоит в нашей жизни поэтому вот мы с володь достаточно тоже друга знаем еще играли там с детства еще когда были маленькими играли в новокузнецки с новосибирском раньше команд такая слабенькая была на моих выигрывали часто а потом наоборот произошло все когда они подросли они начались выигрывать и вот мы к маленькие были мы вновь кузнецки играли у нас команда трак на все на все были он до сих пор это тоже помнит мы тоже с ним дрались с того момента мы это дружим уже такая долгая вы подружились до драки и не не после уже после как но он был лучший игрок как бы то я своей команды как бы я хорошо выступал как бы и вот так это приколь решили один на один но мы там да все вместе он говорит что он победил яга что нет капитан овечкин в сборной и капитан овечкин в клубе это разные люди да нет я думаю саша остается таким человек каким он есть особо не меняется поэтому все относятся к нему с уважением и просто сборная это краткосрочный турнир а в команде это более долгие долгие отношения и всякое за год может произойти поэтому я думаю не сильно там какое-то отличие большой какой капитан овечкин да как ног на самом деле но он уже долго и тут я еще не играл в вашингтоне он уже был капитана поэтому раз столько человек лет капитан значит он достойный этой позиции и команды уважают уважает тренерский штаб уважает его вся команда владельцы он многое сделал для этой команды поэтому все отлично все все как должно быть так и есть но может нарать кого-нибудь да конечно есть разговоры сюда есть эмоции это спорт без эмоций я думаю же не какие-то флегматики поэтому всех всех свои я у всех есть эмоции все хотят побеждать и для команды нужен какой-то импульс поэтому конечно он может сказать что-то в раздевалке да и принципе любой лидер должен иметь свое свой вес слова в команде что-то сказать подбодрить ты был в кремле после побед не был в кремле как не был фотки же люди были с кремля не с кремля это был не был но в белом доме зато был до был вот сбил у дом в белом доме там около трампа вы стоите видел в белом доме да там был насколько сложная процедура проход туда да не сложно было для нас у нас автобус проверили подвезли зашли спокойно показали какие-то места нам пока потом подвели к вот этому как он же называется в комнате это овал овальная комната ли как забыл но как раз где фотография себя происходило возле стола с трампа у нас личная фотография была и потом совместно но он там тоже речь читал прочитал прикольный опыт на самом деле на же не все пошла команда некоторые ребята же не пошли по политическим соображениям да но на самом деле да не ну прикольно смотреть на него было на белый дом изнутри и как это вообще все происходит надеюсь еще сходим в россии же новый же президент в россии навряд ли было бы такое возможно что вся команда не пошла ну кто-то из команды все не пошел ну если только там по что-то там случилось ну да ехать куда-то надо было что прям вот так вот официально нет пока я думаю по политическим не пойдем да у нас такое наверное есть со мной люди которые может быть я не знаю тяжело мне сказать всякое все люди сейчас разные бывают и поэтому как тебе в белом доме да нормально в принципе я был до этого в капитолии экскурсия нас было в белом доме интересно кинотеатр там большой нам показали мы когда ждали автобус мы так сели там ну прикольно достаточно большой на овальный кабинет сам это все происходит тоже достаточно такой большой мы в принципе все там поместили вроде небольшой но вроде вся команда все поместились какие процедуры перед входом туда то есть досмотр же по-любому есть тоже да были какие-то досмотр у нас по моему я сейчас пытаюсь помнить нас в автобусе уже по моему проверили что-то нас проверяли по моему когда мы заходили в автобус но если на что-то или нет я в белом доме уже по моему ничего такого него ну тоже может быть как-то сканером что-то проверено такого прям сверх-сверх естественно все равно жену всех знают все списки есть список есть прям кто там что как тоже мы все в костюмах были тоже не сказали все готовились но мы тоже долго там в конец только сезон то попали обычно то в начале сезона все это приходит а мы все попасть туда не могли трамп любит хоккей также сильно как владимир владимирович ну я не думаю что он такой прям фанат хоккея но нормально как бы все равно как но что-то знал подготовился когда зачитывал он там он говорил там кто хорошо сыграл кто еще что ты поэтому там же ну получается диван стояли вот стол стоял мы сзади них и тут сами я была там все фотографы ну вот он на камеру там говорил поэтому все равно подготовил с я думаю вообще у любого президента мне кажется принципе не должны быть разнисторонними и даже если что-то они не знают им помогут узнать и подготовить какую-то бумагу чтобы они прочитали и были в курсе дела как это встреча все проходило то есть он сидит за столом вы вокруг сначала мы подходим нас такая большая очередь была мы подходили каждый руку жалому сделали личную фотографию потом все прошли и потом сделали уже совместную фотографию вместе и все ну да ну вот он там речь сказал там по поболтал чуть-чуть просто ну с кем с капитаном команды ну да как бы все стоят он нам просто в общем такой систем систематике поговорил просто там задал там саша вопрос по моему там что-то с карлсон ну как раз вот он зачитывал там пока поздравлялся пожелал еще раз прийти сколько икры вмещается в кубок стены не знаю я не кру не клал отчет делал ничего но не стал тогда мне спрашивать начали типа вот там саша положила икру там кузи пельмени я греют ничего не буду плачу меня достали с этим вопросами я говорю просто ну вот даже вот мы думали что не положить но вот вот каждый раз кто-то задает вопрос и вот просто желание от пола вообще ну и правильно нефиг над кубком издеваться шампанское достаточно ладно финал хоккей для тебя это жизнь все да я не знаю что надо еще добавить нет жизнь людей не но как а по-другому никак мне кажется но уже самого мало возраста ты занимаешься живешь этим ты сразу знаешь игру не только снаружи а изнутри так как ты находишься в этой варке постоянные это свои люди как растет хоккей приходит новые до молодые ребята плюс мы играем в америке мы что-то увидим там поменьше менталитета приезжаешь россии тут она чуть другое что-то осталось чтобы было и до нас да и остается после нас поэтому надо его стараться также дальше популяризировать чтобы и хоккей рос чтобы стал популярнее люди хотели им заниматься дети хотели играть него конечно это все не бесплатно да к сожалению это дорогой вид спорта если брать то что форма все равно но все равно надо находить рычаги у кого есть власть либо слова привозить также форму помогать детям с мало имеющихся семей да и вообще чтобы люди знали и в принципе их хоккей если брать тоже россии все равно завоевывает медали до сих пор это я думаю хорошо для хоккея для будущего и для детей что есть кумиры что дети тянутся к этим кумирам поэтому это это реальная жизнь которая есть помимо отдельной жизни на это спортивная жизнь которая нужна и будет нужно нам где у нас сзади легендарная майка на которой все оставляют свои автографы мы попросим тебя сделать то же самое да конечно без проблем интернет уж нет ну что у нас настало время конкурса дима и его жена варя любят подбирать себе крутые наряды на хэллоуин они уже пародировали красавицу и чудовище и джокера с харли квинном харли квин поэтому задача у наших зрителей такая на предстоящих лын придумать крутой наряд для дима и варе которые возможно они наденут и будут использовать почему нет вот задача ваша написать комментарий почему никакой наряд подойдет этим ребятам но в подарок вы получите клюшку с автографом димы и один элемент из нашего фирменного мерча дим спасибо мне вообще прям понравилось ты крутой чувак желаю тебе удачи в новом сезоне продолжает также нас радовать своей игрой и игрой вашингтона будем болеть и следить с тобой спасибо